Музыка Очень смешно Ухожу в герлинг Александр Евгеньевич, подъем Новости бывают хорошие, бывают плохие Мы считаем, что новость от снялась со стороны автоматически становится... Вот, и только попробуй, не принес Алло Спасибо за будильник, любимый За какой будильник, любимый? Который ты заснул под кровать, любимый Любимая, это шутка на уровне второго класса Понятно Ты уже домой едешь? Ага, только, Ладусь, у меня за ночь вообще голяк Я полночи ремонтировался, только одного клиента довез, прикинь Так что придется еще днем бомбить Подожди, Олег, ты же обещал, что Сашку в поликлинику сходишь, он кашел опять всю ночь Ладусь, ну толку от этой поликлиники, я тебе говорю, поедем на море, все у него пройдет Ну правильно я говорю, Ладусь Ладно, я пошла завтрак готовить Пока Сань, Олег не сможет тебя отвезти, собирайся, пойдешь со мной на работу А поликлиника? Попробуй отпроситься Кстати, еще раз засунешь будильник мне под кровать Мам, ну это правда не я, это у дяди Олега шутки на уровне второго класса Мы договорились, что ты будешь называть Олега папой Хорошо, это у дяди папы шутки на уровне второго класса Все, брысь, чистить зубы, хоть три минуты не буду тебя слышать Может успею кофе попить? Дорогой, ты не видел мой телефон! Нет Ничего с утра найти не могу Так, где ты? Просто полутергейст какой-то Я не понимаю, это у меня часы настолько опаздывают, или ты действительно вылезла из постели с утра? А ты меня когда-нибудь слышишь, или только делаешь вид, что слышишь? Я тебе вчера три раза говорила, что с утра встречаю свою подругу Карину, которая прилетает из Рима Я уже опаздываю, пипец А Карина это у нас экстрасенс, которому ты по каждому чиху бегаешь, да? А почему по каждому чиху? И между прочим, она не экстрасенс, а астролог Вообще, чего я оправдываюсь? У меня и так мало времени Вера, ты меня можешь в следующий раз предупреждать, когда ты выпускаешь свое животное гулять по квартире? Ага, милый, Леонард сейчас гуляет по квартире А вот как-то так, только в следующий раз до того, как я боюсь кофе, хорошо? Ага Рядовой Касаткин, команда на выход дана была пять минут назад, давай, 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 Саня Привет Фу, напугал меня Малыш, правда, прости, не знал, что так получится Да ладно, я завтра приготовила, кофе сварила Не-не, я вначале в душ А, хорошо, только я тебя прошу, поспи хотя бы часик На йоге выспусь, конечно, если ты дашь мне выспаться Здорово, банда Здоровей, Ведарь Сань, мы опаздываем Да я тебя Нет, нет, нет Машина остается дома, не хватало, чтобы еще клиентам ноги подшибал Прости за любопытство, а что твоя Карина делала в Риме? Там был слет шарлатанов или начался сезон распродаж? Милый, ты можешь шутить сколько угодно, но между прочим, Карина другая, чем ты ее себе представляешь Она стильная, умная, образованная женщина Между прочим, у нее клиенты в Риме, и не только в Риме, по всей Европе Застегни Стильная, умная, образованная экстрасенс-астролог? А она, случайно, в Книгу рекордов Гиннесса не занесена, нет? Не знаю, спрошу Мы ушли! Счастливо! Если не берем машину, тогда обедаем в Макдональдсе Хорошо, тогда на твой день рождения идем в музей Тогда я целый год не мою посуду Ты не ешь мороженого? Блин, ну давай хотя бы пиццу закажем Таня, я что раз услышу слово «блин»? Ладно, я понял, тебя не приспоришь Мам, мы, кажется, опаздываем Или нет? Мне кажется, я кое-что забыла Ты езжай, я сейчас Милый, я сегодня буду поздно, мне нужно по магазинам прошвырнуться, всякие там пляжные причиндалы купить Надеюсь, ты про море не забыл? Не забыл Но, честно говоря, я не очень понимаю, почему нельзя подождать и поехать отдыхать вместе, я разгребусь через месяц Ах, да ты мне уже два года обещаешь разгрестись через месяц Мне еще сколько ждать, а? Ну, а если ты вдруг ревновала, то напоминаю, что я еду не одна, я еду со своей подругой Кариной, ее мужем и дочкой И если честно, я не понимаю, почему нельзя отложить там всякие свои фьючерсы, взять твою дочь и отдохнуть с семьями Тем более, что я так хочу найти со Светой общий язык Все, все, давай закроем эту тему, потому что я уже устала бежаться А покорми, пожалуйста, Леонардика, корм в холодильнике Ух ты ж, Владусь, ну ты вообще напугал, а что? Хочешь, чтоб Кондратья меня хватило? А что случилось? А там машина твоя мешает, просили переставить Кто попросил? Женщина какая-то Ну, елка, ну хорошо Не понял А что ты не понял? А, просто котенок попросил переставить машину к ее дому Я и подумала, чего тебе сюда-туда мотаться, ты понял теперь, тигленок? Ладусь, подожди, я могу все объяснить Ты мне полгода назад уже все объяснял, а теперь пошел вон Лада! Мам, а ты что, папу из дома выгнала? Еще раз назовешь этого козла папой Та-дам! 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 Я иду со своей мифической подругой Кариночкой Ее мужем и ребенком в Крым на две недели! Та-дам! 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 Две недели! Та-да! 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 Ты сделала это, у тебя получилось! Умничка моя котлеточка! Слушай, ну это же прекрасно! Скажи, а что, почему в Крым у мужа дела плохи, да? Сплюнь, ну тебя! Пусть я не хочу, чтобы нас кто-то увидел, и все! Да черт с ним! В Крым так в Крым! Да? Какая разница, где нам с тобой из постели не вылезать, да? Ой! Убери руки, Карина! Какая ж ты все-таки не фоманка! Лада, мам, ну перестань! Пусть по слезам не верит! Жизнь вообще! Сорок лет только начинается! Тебе всего-то восемь лет потерпеть осталось! Спасибо, сынок! Утешил! Опять опоздали! Как теперь, в поликлинику отпрашиваться будем? Хорошо! Я же сказал, я обязательно заберу! Так, я тебя наберу попозже! Слушай, Калинин, ты часы имеешь? Ты совесть имеешь? Нет, ты только меня! Скажи спасибо, тут дети! Рустамчик, прости, но мы же совсем на чуть-чуть опоздаем! Слушай, а хочешь, я тебе зарплату чуть-чуть отрежу, а? Если ты еще один раз уволю, опоздаешь! Еще один раз опоздаешь, уволю! Поняла, а? Поняла! Каждый день опоздаешь! Помню! Совсем совести нет! Совсем! Рустамчик, прости, я тебя спросить хотела! Что ты дышишь? Ты что, не видишь? Я уже ушел! Что ты хотела спросить? Нет-нет, ничего! Что? Все? Я пошел! А ты когда вернешься? Работать надо! А ты уже соскучился! Нет, это нравится! Когда вернусь, тогда вернусь! Нет, ты посмотри-то, а! Работать надо! Люди не идут! Что, отпрашиваться не будем? Да он бы все равно не отпустил! Просто закроем магазин и уйдем? Цветы утром все равно никто не покупает! Ждем 10 минут и уходим! Понятно! Столкописка, сеньора! Я совсем не говорю по-русски! Боречка, ну отвлекись! Ну расскажи, ну как съездил, ну? Да лучше бы я не ездил! Носух нет нигде! Все есть! Лемуры, удавы, крокодилы! Носух нету! Я по всей Европе как блоха! Туда-сюда, туда-сюда, говорю! Дайте две, ну пять! Ну одну! В зародыши дайте хотя бы! Я его лично грудью вскормлю! Нет! А жон олигархов, тело мое изможденное! На части рвут! Борис Михайлович, дайте нам носух! Тренд у них! Носухи! Кстати, Леонарду компашечка не нужна? Нет, спасибо! Это ты так мужа достает! Боря, прекрати! Как я хочу многие эти! Подожди, муж звонил! Наш муж! А, да, милый! Привет, дорогая, как дела? Привет, все хорошо! Я вот Кариночку отвезла, еду по магазинам! А что? Просто я тут долго думал по поводу нашего утреннего разговора и, знаешь, наверное, ты права! В чем права? В том, что я уделяю нашей семье гораздо меньше времени, чем в работе! Наконец-то ты это понял! В общем, я все уладил и мы сможем поехать на море вместе! Ты, я и Света! Алло! Вер! Алло, Вер! Ты меня слышишь? Да, милый, просто это все как-то неожиданно! А это уже точно, да? Абсолютно! Я сейчас еду за Светой, и мы присоединяемся к твоему шоппингу! Вы как будете в центре, позвоните! Я пока наберу Кариночку! Обрадую! Передавай привет! Ну все, пока! Ну и что он сказал? Тебе привет! Дурак! Мы едем втроем в Крым! Зачем? Сынок, ты как? Я здесь хочу! Потерпи! Вы, вы что? Вы как? Вы что не видели, что мы тут идем? Простите, но это у вас надо спросить! Вы что не знаете, что переход там где знак, а не там где хочется? А вы что не знаете, что максимальная скорость в городе это шестьдесят? А не столько, сколько хочется! Простите, вы что хотите сказать, это я виноват, что вы как курица бросились ко мне под машину? Кто? То, что вы купили такую машину извините, не дает вам никакого права хамить женщине! Простите, я не хамлю, я просто, я констатирую факт! Вы констатируете факт, что вы хам! Скажите спасибо, что у меня еще не та комплекция, а то надавала бы вам по физиономии! Вот, сынок, запомни номера дяди! Вырастешь, сделаешь маме приятно! На день рождения? Да хоть на новый год! Пошли, у нас и так сегодня куча времени на идиотов ушло! С вас 15 тысяч 525 рублей! Что, простите? За капусту, и это еще за скидкой, как оптовику! Да как это я не еду, когда я должен ехать, Вера? Боря, да успокойся ты! Да что значит успокойся, я неделю тебя не видел, еще две не увижу, но это безумие! Этого не может быть! Да нет, Вера, ну я сойду с ума, так нельзя! Боря, прекрати истерику, ты думаешь мне хочется переезд в этот Крым с своим мужем и его дочкой Светой? Еще вопрос к кому из нас хуже, так давай мне корм для Леонардо и я поехал! Тарас, быстро, стакан сверчков и упаковку зоофобусов, быстро! Быстро! Леточкин, пойдем, пойдем, я прошу тебя! Борис, пожалуйста, держись! Я за это вечером попрощаюсь! Мы только встретились и уже попрощаться на Веру, но этого не может быть! Хорошо, я прошу! Но надо что, надо придумать, Вера! Что придумать, что? Ну, я не знаю, ну... Ну, подсыпь ему в чай что-нибудь в конце концов! Ты что, вредишь? Ну, я просто очень хочу поехать! Ну, тогда мне не пул! Был Борисик, стал Корюсик! Как тебе такой вариант? Или ищи жену с ребенком? Какую жену? Какого ребенка, Вера? Ну, что? Я еду в Крым со своей лучшей подругой Кариной, ее мужем ребенком! А ты можешь быть мужем! Ну, как я мужем? Ну, слушай, это все! Как просто! Ты у меня гибель! Я не додумался сам! Стоп! Стоп! А где я найду до вечера? Жену и ребенка! Ты своих носук как-то находишь? Подожди, Вера! Разберешься, я тут! Притон! Я прошу тебя, остановись! Все, звонимся! Я молю тебя, остановись! Борис Михайлович, тут корма привезли, нужно накладные подписать! Я тут замужем? Нет! А дети есть? Нет! Не успею! Вообще ничего не успею! Еще звонил начальник налоговой по поводу на суху! Меня ни для кого нет! Привет! Привет! Светочка, дорогая моя, принцесса любимая! Надя, позвони! Надя! Спасибо! Пожалуйста! Нашел? Это мне так просто, как выяснилось, Веронич! Удачи! Спасибо! Девочки! Я уехал! Я позвонил всю Москву и ничего! И тут! Меня растеняет! Андрюха же у него целая чьейная фабрика! Ты понимаешь? Ты говоришь, у тебя этих одиноких помашек у него, да? Ага! Ага! Дорогой! Спасибо! Спасибо тебе огромное! Девочки! Спасибо! Если какие юбилеи или праздники милости, просим к нам! Если у снахи юбилей, если… Извините! Ага! Ага! Кто к нам пришел? Молчи! Молчи! Я сам повод угадаю! Ты нашла новую перспективную работу и пришла на старую сказать все! Кранты! Рустамчик, прости! Просто Саньку надо было в больницу срочно, у него бронхет замучила! Это ты меня замучил, Калинина! Так, шорты и футболки я сложила, а еще нашла вот это. Скажи, это Вера тебе подарила? Или у тебя самого случился приступ без вкуса? Там на лейбле написано, у кого случился приступ без вкуса. Я тебя прошу, прекрати искать Вере одни недостатки. Она хочет с тобой подружиться. Сделай ей шаг навстречу. Ладно. Если я не буду подкладывать ей в чемодан Тарантула, это будет считаться шагом навстречу? Ну, безусловно, да? Что уже подбросила? Ничего. В глаза смотри. Так, я пойду проверю. Если я не говорю, то ничего нету! Что я сказал? Значит так, да? Так! Так! Все, женщина! Иди, не мешай работать! Хорошо, тогда рассчитай меня за эти полмесяца! Какой рассчитай? Я тебя не рассчитаю! Сколько раз ты опоздала? Сколько моей крови выпила, а? Нет, все! Это ты мне должна! Иди! То есть ты не заплатишь? Нет! Ты в больнице была, а усы не прочистила! Я тебе платить не буду! Иди! Иди! Да пошел ты! Ты думаешь, я унижаться буду? Да фиг тебе! Пошли, сынок! Ты ж гордяя какая! Завтра придешь проситься, будешь, я тебя не возьму! С тебя пользуй, как с баран молока! Кидыр морда! Подержи! Сам ты! Кидыр морда! Мама, что это было? Жесточайный сынок! Вырастешь? Никогда так не делай! Карелина! Я знаю, где ты живешь! Значит, так ты хочешь со мной поехать! Значит, нужно было не пол Москвы объехать, а всю! Борис! Так, ты лучше не беси меня! Борис! 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 До конца! Держись, Карель! Я всегда! Ты знаешь! Угу! Что-то случилось? Ой, там, это, вообще, у этого мужа, у Карениного мужа, представляешь? Аппендицит! Да ты что? Ну, там, говорят, плохо все! И скорая приехала, две! Говорят, резать! У него даже и хуже! У дядьки моего, этот самый, ну... Перитонит! О-о! Да! Да-да! Перитонит, представляешь? А чего они хотели? Они же, это... Бату жрут, они же вегетарианцы! Вот, видать, она и застряла там! Вообще-то, у вегетарианцев аппендицит бывает крайне редко! О! Что-то я перепутала! Точно! А-а! Да! Конечно! Это она вегетарианка, а он нормальный! Да! Сто процентов! И ест и пьет! Ну, ничего! У Кареночки все будет хорошо! Ничего не поделаешь! Будем отдыхать вдвоем, да? Вообще-то, втроем! Или ты не едешь? Я тебе говорю даже не думать! А я и не думал! Куда? Вольная! Ты понимаешь, что ты сломала? Ты понимаешь, что ты разбила? Держи! Тебе лечиться надо, Калинина! А тебе искать, где ночевать! Стоякин! Вот! Да найду, найду! Не беспокойся! Привет соседям! Вечейка общества трясет по швам, да? Не спрашивай лучше! Ух! Ух! Ты чего вообще сдурела? Ты чего сделал-то? Так это что же я его был? Так это я подарила! Можно было продать? Ну, извини! Исчезни! И ты исчезни! Понял, Стоякин? Навсегда! Таксист! Мать, так давай хоть колонку продадим! Ну, раз сетеплеером не нужно! Так вам никого не нужно! Кто заберет, тот заберет! А почему мы ее тогда в окно не выкинули? Ой! Сань, иди домой, а! Ой, привет! Привет! А что же вы ее в окошко тоже не выбросили? Еще один? Так я и говорю, дядя Борь! Брысь! Досматривать мультики! Пока, дядя Борь! Пока, Санек! Ну, как ты? Лучше всех! Машину чуть не сбила, с работы уволена! Сашка болеет, три года жизни в унитазе! В общем, лучший день моей жизни! Жизнь бурлит! Да! Сама себе завидует! А ты как? Ну, сначала думал, что не очень, а сейчас вот вижу, по-божески! Спасибо за поддержку! А! Прорвемся! Умница! Красавица! Мать-одиночка! Мечта олигарха! Да! Не упусти свой шанс! Парамош! Ну да! Милый, как тебе рыба? По-моему, просто супер! Спасибо, Вера! Это была очень вкусная доставка из итальянского ресторана! Ну здоровье, милая! Мы с курьером старались! Угу! Прости! Просто у него такой возраст! Ну что ты, Игорюш! Она у тебя вундеркинд! До такого возраста еще лет пять! Странно! Кориша звонит! Да, Кориша? Что? А? Да не то слово, как счастливо! Ну давайте, пакуйте чемоданы! Ну все! Пока-пока! Пока! Игорюш, ну что они едут? Они едут! Что, впервые в истории аппендицит прошел сам? Ну, а это был не аппендицит! Это гастрит! Ну да, он так разыгрался и вот отдавал! Странно! Гастрит болит гораздо выше! Как они могли перепутать? Игорюш! Ну вот такие вот доктора у нас! Вот так их вот там учатся! Чего ты копаешься? Главное, что они едут! И все! Хотелось бы верить! Игорь! Ну тебе же русским языком сказали! Мы едем! Да никуда я не поеду! Ты с ума сошел ко мне с такими предложениями обращаться? Калинина, ну я же не прошу тебя родину продать! А просто съездить со мной на море! Бесплатно! На халяву! Ну и пару раз назвать меня там, ну, любимый мой, родной! Все! Слушай, любимый мой, родной! Иди ты знаешь куда! Эскорт услуги по другому адресу! Какого черта ты ешь, мои сосиски? Ну я с дороги, у меня холодильник пустой, Влад! Гастроном внизу, 24 часа! Ну что, задеваешься, что ли? Ну дай мне хоть чай-то допить! Дом допьешь! Калинина, ну когда ты в последний раз была на море? Ну вот вспомни! В шестом классе, когда мы выиграли конкурс делами звена дружина сильна, да? Нет, я, конечно, ничего против не имею! Мелитополь в конце февраля чуден как никогда! Ну надо как-то обновлять впечатление, Ладушка! Ну Сашке надо бронхит подключить! Ой, не стыдно, а? Ну что не стыдно? Ну что не стыдно? Вы же с Олегом ему обещали! Ну он мне все рассказал, наши друзья! Саша! Саша! Где? А ты здесь? Привет! Здорова! Скажи мне, друг мой, ты хочешь завтра полететь на море? Класс! А мама, она ведь летать боится! Ну, значит поедем на машине, какие проблемы? Никуда мы не поедем! А ты марш в постель, и нечего подслушивать взрослые разговоры! Давай, давай, давай! Слушай, ты видимо не совсем понимаешь! Две недели! В самом лучшем отеле Ялты! Ну, и в самой идиотской ситуации в мире я не буду никого из себя корчить! И обманывать какого-то мужа! Какой-то Вера, давай, пожалуйста! Ну, подожди! Секундочку! Это что ж получается? Я каждый месяц, можно сказать, спасаю вас от голодной смерти! Ой, спасите! Единственный раз в жизни, когда я прошу мне помочь, что я взамен получаю! Нет, я конечно уйду сейчас, прямо сейчас уйду! Но учти, Калинин, если я сейчас уйду, ты больше ко мне никогда не обратишься! Уходить? Уходи? Я ухожу! Иди! Ладно, пожалуйста, ну я очень хочу поехать! Парамош! Вот со мной эти штуки с восьмого класса не работают! Ладно, ну я обещал, что ты поедешь уже! Так ты умнее будешь, Парамош! Давай, давай! Что ты за человек такой! Я тебя по-человечески прошу! Давай, 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 давай! Ай, ну! Ну и что, Калинина? Чего? У тебя с твоей вот этой детской принципиальностью, ни в сорок, ни в пятьдесят, жизнь никогда не начнется! А, все сказал? Потом опять поссоримся! В общем, не переживай за своих девочек! Ой, Кариша звонит! Да, Карина? Что значит не едете? Знаешь что, Карина? Держись! Что на этот раз? Все-таки перетонит! Мам! А почему ты не хочешь на море? Сынок! Я очень-очень хочу на море, но я не могу согласиться на то, что предлагает дядя Борь! А ему не нужен один ребенок, но без жены! Сань, послушай меня! Есть такие вещи, на которые порядочный человек в любом возрасте не должен соглашаться, понимаешь? Никогда! Да! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я тебе сейчас! Парамош, ты? Здравствуй, Калинина. Я говорю, знаю, где ты живешь. А теперь запомни, сколько ты мне должна. 70 тысяч цветы раз, 45 тысяч стеляж два и 10 тысяч моральный ущерб. А теперь спроси у этого человека, сколько ты должен заплатить ему, чтобы не сесть на два года турбаку. А ты что? Ну, зачем? Ну, отличная композиция была. Вот человек, а. Мам, смотри, море! Мам, море! Ага, море. Калина, завязывай ты вот с этим вот это. Уху, море, уху, горы. Такое ощущение, что ты не на курорт едешь, а на похороны Уга Чависовна. Я вот не понимаю, что тебе так весело. Придумали, какой-то бред с этой, Карины. Ты вообще себе представляешь, как это будет? Вот мы сейчас приедем, и что? Да ничего. Пару раз на ужин сходим, там, ну, может, на экскурсию разок. И все, дальше делаешь, что хочешь, с кем хочешь и где хочешь. Слава богу, муж, я не ревниваю. А ее муж? А ее муж объелся груш. Боря, тебе не кажется, что это подло, а? Калинина, любви все подлости покорны. Ты что, ее прямо так любишь? Безумна. А она тебе? Больше жизни. Ромео и Джульетто, Шекспир. Ну, а что мужу тогда не скажете? Слушай, Калинина, всему свое время. Алена, вы где? Ну, слава богу, а то я думала, твоя чокнутая соседка опять что-то выкинула, и вы едете обратно. Верусик, прости, пожалуйста, я сейчас громкую связь отключу. Боря, нормально, ты что не сказал, что ты по громкой связи разговариваешь? Я могу сказать только одно, что я безумно соскучился. Зай, ну давай приезжай уже быстрее. И? Что? Мы вас встретим, семейный ужин только в семь, поэтому у нас будет целых четыре часа. Ну, ты хоть немножечко соскучилась. Боря, пока. Так, докладываю. Приезжаем, нас встречают, заселяемся, и званый ужин ровно в семь. Ты что, с ума сошел? Ну, что тебе опять не нравится, Калинина? А как ты себе это представляешь? Ну, как я себе представляю? Ну, сели, выпили, поговорили, как интеллигентные люди. Только о чем, Боря? Ну, как о чем? Ну, ты же историк. Ну, тебе поговорить, что ли, не о чем? Общение, Калинина, общение. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Оп! А как я отвечу на вопрос, Боря, где мы познакомились? Ну, ну... Как подружились? Где мы вместе бываем? Ходим мы в один фитнес-клуб? Или в разные? Или вообще не ходим? Или я хожу, а Верочка нет? Или у нас есть традиция, Боря, по пятницам есть пиццу в Марио? А может быть, не по пятницам, а по средам? И когда, наконец, починят лифт в моем доме, которым Верочка постоянно застревает? Или она не лепила такую отмазу, когда у тебя задерживалась? Такого общения ты хочешь? Ну, все, 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 я понял. Хорош, хватит, все. Верочка, ты соскучилась я, соскучилась. Верусик, у нас тут возникла маленькая проблемка. Мы про Карину, кроме того, что она твоя подруга, так толком ничего и не знаем. В смысле? Ну, еще она твоя жена. Ребята, вы что, сами себе семейную жизнь придумать не можете? Это понятно, но она твоя лучшая подруга, а ты ее ни разу в жизни не видела. Ну, приедемте, познакомимся, какие проблемы будут? Вера, ты не понимаешь, мы сейчас приедем, а твой муж возьмет и спросит, а где вы познакомились, где подружились, в какой фитнес-клуб ходите или не ходите? Игорь, ты нормальный вообще? Я по телефону разговаривалась. Карина, что, подъезжают уже? Да, в смысле нет, ну, да, Карина, нет, не подъезжают. И что, на этот раз? Подагра? Да нет, заблудились где-то под Сиферополем. Нет, он дураки дураками, а? Ни карты, ни навигатора. Да, серьезно, давай помогу. Алло, Карина, здравствуйте. Муж Веры, Карина спрашивает, ответь что-нибудь. Алло, Карина. Алло, Карина. Алло. Здрасте, Карина, это Игорь, муж Веры. Ну что, где вы там заблудились? Дайте какой-нибудь ориентир. А мы заблудились? Да. Все. Мы заблудились? Он спрашивает, заблудились мы или нет? Заблудились, да, мы заблудились, скажешь честно. А, да, мы заблудились, вот. Ну, мы заблудились, но... Я сейчас дам лучше трубку моему мужу Борису, он объяснит. Игорь, Игорь, Игорь. Это Борис, муж Карины. Здравствуйте, Борис, муж Карины. А это Игорь, муж Веры. Так куда вы там заехали? А, вы знаете, мы уже въехали, и просто девочки не так поняли, поэтому мы скоро будем... А, понятно. Они скоро будут, это вы что-то не поняли. Борис, муж Карины. Здравствуйте, Борис. А это Вера, подруга Карины. Вы не могли бы мне ее дать, мы не доболтали. Спасибо. Одну минуточку. Вера, твоя подруга. Кто? Алло, Вера, это чокнутая соседка. Вы со мной хотели поговорить? Или все-таки с Борисом? С Борисом? Это Вера, твоя любовница. Да, Верочек, слушаю тебя. Боря, ты что тупишь? Нафига мне твоя соседка? Я с тобой хотела поговорить. Слушай, я думал, ты ей хотела про Карину рассказать. Ага, приму же ей по телефону. Ты думаешь, нафига я наплела, что вы заблудились? Ага, а я не урубился сразу-то. Трога вымотала, ты понимаешь? Так, короче, приезжайте, я жду вас на ресепшене. Слушаюсь, моя белая госпожа. Они будут часа через два, через три. Можете спокойно еще полчасика покататься на банане. Так, ребят, вообще-то Карин с ребенком приезжает, у нас подарка нет. Ну, нехорошо как-то. Давайте, езжайте в город и купите куклу. А я на массаж. Все, пока. Будьте, мой слеткин. Деловая колбаса. Свет. Ну, я в хорошем смысле этого слова. За мной. Ты понимаешь, что ты чего-то чуть не отказалась? Светлана, откройся. Ну, что, Калина, элитополь померк? Да. Почему же здесь номера? Твой обморок в программу мероприятия не входит. За мной. Добрый день. Здравствуйте. У нас должна быть бронь на фамилию Парамонов. Одну секунду. Слушай, ты нормальный человек, что ты делаешь? Извините. Апартаменты. Все верно? Да. Ваши паспорта, пожалуйста. И ладно, паспорт давай. Ну, здравствуйте. О, Верунчик. Такой тебе нафиг Верунчик. Мы даже не знакомы. Это она? Да. Гориша, дорогая. Здравствуй. Боже мой, а это твой муж, да? Какой симпатичный человек. Ну, пойдемте, расскажите, как доехали. Пойдемте. Ну, как дела, солнышко? Все хорошо, да? Море, и вот так вот, по-твоему, выглядит элитно-астролог, да? Я астролог? Она астролог? Кто? Астролог? Карина, вип-астролог. У нее клиентура по всей Европе. Я же тебе говорила. А когда ты мне говорила? Вы что-то меня втянули, правильно? Ну, пульсись. А кто такая, Карина? Саша. Я понимаю, что у тебя склянулись. Я понимаю. Ну, я-то тут при чем, а? Слушайте, ребята, давайте закруглимся, пока не поздно. Ну, какой из меня к черту астролог? Ну, еще и вип. Ну, нет, ну, вип-то так, конечно, не очень. Может, она просто астролог? Я уже сказала мужу, что она элитный астролог, прилетела из Рима. Нет, нет, это я прилетел из Рима. Это ты и есть, Карина, идиот. Дядь Борь, так это ты, Карина. Саша, подожди ты. Я в шоке. Быстро. Доброе утро. Доброе. Я такси заказал. Уже ждет. О, благодарю. Так что мы ей подарили? Так я думал, ты придумаешь. А почему я должна быть? А что сейчас было, а? Это был мой муж с дочкой. Чего, не так рано, я же ему сказала на банане поплавать. Дядь Боря, я тоже хочу на банане поплавать. Саша, не на банан, но сейчас, ну, надо сделать что-нибудь. Ну, дядь, нормально, вообще. А что я делаю? Какой дядь Боря? Какая Лада? У нас до ужина 4 часа, вы хотите прямо там спалиться? Можно вас на секунду? Да. Так, давайте заселять и репетировать, чтобы никаких дядь Боря и Лада. Ясно? Поняли? Угу. Все поняли? Угу. Так, я займусь подругой. Мам, мам, ты куда? Побудь с дядей, папой. Боря, дай кредитку. А зачем? В зубах ковыряться, давай. Мы все пойдем. Добро пожаловать в Пальмиру Палас. Надеюсь, ваш отдых будет незабываем. Здрасте. 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 Ваш номер 652. Так, нам маникюр, педикюр, стрижку, укладку, пилинг и все остальное. Хорошо. Ты меня прости, зачем эту соседку? Я иногда ляпываю, не глядя. Я приеду, карточку, пожалуйста. Заходи. Вау. Ну? Варик, нравится? Класс. Проги, давай. Значит так, Санек, слушай меня очень внимательно. С сегодняшнего дня и до самого отъезда мы делаем вид, что мы семья. То есть ты называешь меня не дядя Боря, а папа. Договорились? А почему мы будем делать вид, что мы семья? Ну, как для чего? Ну, потому что так надо. А для чего надо? Потому что нас не выселили. Понимаешь, это очень семейный отель. Здесь жесткие правила, понимаешь? Вам приходится выкручиваться. А почему я буду называть тебя папой? Саш, послушай, у тебя совесть есть вообще в конце концов? Ну, почему ты называл меня папой, когда нас с Калининой вызывали директору твоей школы? Ну, потому что ей неудобно, что я расту без отца. Ну, вот, а мне неудобно, что я расту без семьи. Мне 36 лет, ни дома, ни детей. Ну, мне перед друзьями стыдно, понимаешь? А почему ты назвал маму Кариной? Ну, потому что я должен был поехать со своей одной знакомой, Кариной. А она в самый последний момент отказалась. А я всем своим друзьям уже сказал, что мою жену зовут Карина. Да, ясно. Заврался. Ну, типа того. А почему? Да по кочану! Хватит задавать лишние вопросы, Саша. Просто называй меня папой. Все, понял? Планшет. Не понял. Ты очень крутой астролог. У тебя офис на чистых прудах. Клинтур за рубежом. Ты предсказала отставку Сердюкову, падение метеорита в Челябинске и рождение дочки Куркорова. Ты серьезно сейчас говоришь? Я уже наплела это мужу, придется придерживаться легенды. Понятно. Что ты еще наплела в мужу? Пять лет жила в Тибете, гуруб йоги, викторианка, сыроед, муж. Это все? Умный, образованный, знаешь сам языков. Теперь все. Мне их как? К ужину выучить? Я, может, вообще мастер спорта по легкой атлетике и разговариваю на языке дельфинов. О, про дельфинов я, по-моему, говорила. Хотя фигня скажу теперь по утрам. Закрепим. А я говорю планшет. Саша, ты что, опух, что ли? Какой планшет? У тебя совесть есть вообще? Есть. Нет, интересное кино получается. Приехал на море, а за мой счет еще шантажирует меня. Вообще ты совесть, дядь Борь. Если есть возможность рубить бабла, то надо рубить по полу. Да какая же сволочь тебе сказал. Ты? Забыл, что ли? Ага. Ну ладно, ну допустим, но планшет, Саша, это дорого, это очень дорого. Тут работы максимум велосипед. Пускай тебя официанты за велосипед папой называют. А мне нужен планшет. Ладно, если все пойдет нормально, будет тебе планшет. Дома, на Новый год. Здесь и сейчас. И на Новый год велик. Не наглей. Мы познакомились полгода назад на фитнесе, вместе ходили на латину. Когда у меня сломалась машина, ты два раза подвозил меня домой. Потом мы встретились на шопинге, провели там целый день, подрушились. Ты это все только что придумала? Это реальное знакомство с Борисом. Борисик ходил на латину? Это сильно. Да он там бабку реал. Значит так, мы с Борисом встречаем... Мы с тобой встречаемся два-три раза в неделю. Часто созваниваемся. Ага. А иногда ты имеешь наглость звонить мне по ночам. Ну, так как часто бываешь в Европе и забываешь о разнице во времени. Понятно. Я тебе нибудь еще и пьяная звоню. По ночам, да. Так, у тебя есть собака Чао-Чао, которая один раз укусила меня за зад. У Бори нет собаки Чао-Чао. Есть. Паралунов, паралунов. Значит так, велик на Новый год согласен, а сейчас радиоуправляемый вертолет. Планшет. Футбольную форму у Барселона, фирменную из Испании. Планшет. Ладно, не хочешь, как хочешь, но только сейчас. Лучки, я звоню твоей матери и рассказываю ей, как ты меня здесь штантажируешь. Давай хотя бы Плейстейшн четвертый. Третий. И десять дисков. Пять. Ну, мы же вместе гонять будем, блин. Пап. А пулечка. Ладно, будет тебе Плейстейшн третий. Заметано. Кстати, молодец, сынок. Хорошо торговался. Твоя школа. Хотя, честно, я бы на планшет согласился. А я бы на вертолет. Так, сыроед, тибет, астролог. Ну что, на первое время должно хватить. Просто у твоего мужа закончились деньги. Кстати, о муже. Я с ним лично не знакома. Знаю, что у вас идеальный брак. У вас девочка, мечтаете о мальчике? У нас мальчик. Ну, значит, у вас мальчик, мечтаете о девочке? Как мальчик? Подожди, я, по-моему, уже сказала, что у вас девочка. Ничего, сказала, что я перепутала. Ага, да. А кто у тебя муж? Банкир, струдоголик. Крови, как о деньгах, больше вообще ни о чем не думает. Ну, это неплохо. Ты давай это заканчивай, я тоже пойду мрафет наводить. А, кстати. Как тебе? Вот это мне больше всего понравилось. Это я себе купила. Давно твой муж мне подарков не делал. Давай, милый, увидимся. Папа, где наша мама? Или она пока все твои деньги не потратит, не вернется? Я сам терзаюсь этим вопросом. Ты выбрал что-нибудь? Да, я буду лобстеров, трюфельном соусе с миксом белой-зеленой спаржи. Я сам тебе выберу. Привет. Мать моя, эсотерика. Слушай, ну тебя не узнать вообще. Да что ты, дорогой, я просто реснички подкрасила. Ма, ты похожа на Маргариту Алексеевну. Спасибо, сынок, за комплимент. А кто такая Маргарита Алексеевна? Это психолог из нашей школы. Она секси. Слушай, Калинина, ты выглядишь просто перфектно. Спасибо. Много потратили? Твой оморок в программу мероприятий не входит. Ну, где наши рокфеллеры? Или мы как, одни ужины? Нет, не одни. Ну, мы просто раньше пришли. Сейчас они придут спокойно. Я в туле отвечу. Ты раньше мог мне об этом сказать, Саша? Папуля. Папуля, молодец. За Папулю хвалю. Пойдем, я тебя отведу, сынуля. Пошли. Поря, я одна не останусь, я с вами. Ты просто слушала, куда мы сейчас идем, Калинина? Спокойно возвращайся за стол. Что-нибудь заказываем. Лобстера не заказывай. Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы? Здравствуйте. Нет, я не понимаю, как вообще такое могло случиться? Или вы меня преследуете? Вы ненормальный? С какой-то статьей я вас буду преследовать. Кто вы такой? Интересно знать. Так, ладно. Кажется, я догадываюсь, к чему идет наша милая беседа. Поэтому давайте остановимся на этом. Да, кстати, извините, вам придется пересесть. Почему? Этот столик заказан, я тут ужинаю с друзьями и семьей. У вас есть и то, и другое. Это удивительно при ваших-то манерах. Но этот столик заказан, здесь ужинаю я. С моим мужем и моими друзьями. А у вас есть муж. Представьте себе. Неожиданно. Да, вот так вот. Я-то был уверен, что с такой, как вы, ни один нормальный человек не выживет. А вот и мы, дорогая. У тебя все в порядке? Нет, дорогой, вот этот мужчина говорит, что столик заказан, и нам говорят пересесть, представляешь? Я-то ума. Ариночка, дорогая! Тетечка, садись. Ну, наконец-то, приехала. Борис, ты любимый. Прекрасно выглядишь. Я смотрю, вы уже познакомились. Ну, как тебе, мой Игорюша? Борис, очень приятно. Игорь, очень приятно. У меня нет слов. Борис, приятно. Да, я Борис. Здравствуйте. А вы должно быть Вера, да? Очень приятно. Мне, Карина, столько о вас рассказывала, хорошего и разного. Очень, Игорюша. Привет, я Света. Саша. А почему ты не девочка? Сложный вопрос. Вер, ты же говорила, что у тети Карины девочка. А, это же я опять напутала, да? А, у меня Каринша говорит, Сашенька, ну, я и подумала, что девочка. А Сашенька-то оказалась... Мальчик. А, мальчик. А я просто все время девочку хотел. Ну, прости. Тогда это тебе. Кукла. Саш, не переживай. Я играть буду. Подарок с юмором. С юмором, да. А что ж мы стоим? Может быть, выпьем? Игра в педе. Шампанского. Друзья, знаете что, давайте-ка лучше выпьем за наше знакомство. Я думаю, что отдых у нас будет незабываемый. Да? Хорошо, хорошо. Пришли, я перед сном посмотрю. Давай, пока. Все. Спасибо. Игорюш, ну, может, хватит работать? Ну, не обанкротится. Твой банк за неделю. Ой, я точно такой же. Я вот сейчас с семьей на отдыхе здесь, да? А на самом деле мозгами там, в магазине своем. Одна радость, жена-астролог. Течка, ну, вы умеете делать натальные карты? Светочка, ну, я же астролог. Я со звездами работаю, а натальные карты-то кому? Гадалкам. Если я правильно понимаю, Света имела в виду гороскоп по дню рождения. Он ведь так называется, да, Свет? Натальная карта? А, ты про эти карты? Ну, я не поняла просто сразу. А вот не поняла. А вот Света поняла. Молодежь не проведешь, все. Если с ней долго делать, то не надо. Можно хотя бы транзит или соляр составить. Светочка, ты знаешь, вообще-то теть Карина приехала отдыхать от всяких гороскопов и карт. Да. Не нужно ее мозг засорять всякими соляриями. Да, Светлана. У современных астрологов, знаешь, у них каждая звездочка на счету. Так, солнце мое, что-то ты это, пустая тарелочка у тебя, давайте, вкусняшки положил. Ты же любишь? Не-не-не-не. Ну, давай, давай, смотри, это невозможно. Ой, мяско свежее. Все время худеет, вы знаете. Скажите, а вы в отпуске тоже от вегетарианства отдыхаете? А, кто, кто вегетарианец этот? Ну, ты же говорила, что Карина убежден и травоеда. Или это растительный люля-кебаб? Почему же растительный? Самый что ни на есть натуральный. Только не мой. На, сынок, ешь. Майя, не хочу. Не стесняйся. Вот. Вы бы лучше такой внимательны на дороге были, а не за столом. Если мне не изменяет память, вы сами мне под колеса бросились. А вам изменяет не только память, но и зрение, иначе бы вы нас заметили. Я понимаю, вы что, знакомы, что так разговариваете? Ну, если попытка убийства считается за знакомство, то вы, наверное, да. Простите, а можно как-то поподробнее, а то мы и не в курсе? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Не далее, как вчера, когда ты ездила за Кариной, Варя... Так, стоп. А как ты могла ее встречать, если она в этот момент встретилась с моей машиной? Я же с тобой говорила. Карина просто раньше прилетела, то есть позже. Ну, ты вечно ничего не помнишь. Игорь, я точно такой же. Я Карину слушаю через раз. Посему тост. Так, друзья, значит, муж и жена, это же во берега. Между ними пропасть. Выпьем же за мост, который соединяет, за кредитную карточку. Боря, ты был с прекрасным чувством юмора. Ладно, куплю я ему эту игровую приставку. Слушайте, что ты опустила у нас здесь? Официант, момент. Сейчас. Это. Ой, друзья мои, а какие планы на завтра? Сразу предупреждаю. Кариночка я забираю. У нас сплетень накопилось, да? Не на один день. Надеюсь, мое присутствие не обязательно? Нет, ты точно будешь лишней. Ты там нечаянно свои всякие дайвинги, серфинги, как они там у тебя называются? С радостью. Я могу и Борю с собой взять. Ему ведь с вами не очень интересно будет. Это, я думаю, навряд ли. Ты знаешь, Борис, вообще не по этим всяким делам. Ну, мне Карина рассказывала. Да. Да, не по этим. Ну, мы его чем-нибудь займем. Ты не переживай. Это не по каким я там делам. Да вот я хотел вас завтра на аквабайке пригласить. А женщины говорят, вы не любитель подобных развлечений. Во-первых, Игорь, не вы, а ты. Во-вторых, не любитель, да, а профессионал. Да что вы говорите? Борис, а вы что, нас покидаете? Вера Павловна, почему я... Нет, нет, подождите. Вы сами сказали, мы будем вам только мешать. Тост, чтобы никто никогда никому не мешал. Игорь, я на аквабайке вытворяю такие пируэты. А лыжи? Водные? Да. Мастер спорта. Борис. Ну, Игорь. Борис. Что вы говорите? Да, конечно, смотря сколько выпил. Но мы же здесь собрались не выпивать, а, так сказать, для того, чтобы по чуть-чуть и за знакомство. Водный экстрим я обожаю. Утром, ягарь. Водный экстрим, как я сейчас очень жально. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА УДАР Сфаян, сваян! Сфау, сваян, сваян. Пис... Пис, пис, пис! СПАСИТ СТУК 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 Спать, спать. Рамонов, ну что, трогай дверь открыть. Сама, 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 сама. Ууу! Класс Класс Доброе утро. Я, наверное, вас разбудил. Удивительная проницательность в 7 утра, а вы специально пришли в такую раннюю, чтобы об этом спросить. Нет, что вы, я пришел за порцию утреннего сарказма, а заодно разбудить вашего мужа. Какой остроумный у моего мужа будильник. Борюсь, тут к тебе друзья пришли. Мой спортсмен говорит, что ждет вас уже полчаса, и вообще, где вас черти носит? Можете сами спросить. Борь! Борь, ты идешь? Куда? Приятного аппетита. Взаимно. Сань, что надо сказать, тетя Вере? Взаимно. Мне спасибо, взаимно говорят взрослая. Вера, какую одежду ты предпочитаешь? А светлую, а темную, вопешкую? Светлая. Как вам погода сегодня? Бывает, отлично. Сейчас кто-то доковыряет свои блинчики, мы пойдем огнемся. А почему только огнемся? Если идти, так до обеда. А какие машины ты больше любишь? А, седаны, бэкабриолетовые джипы? Кабриолеты. А может быть, вы Светочку возьмете с собой? Да не вопрос. Замечательно. А то наш папка бросил ребенка и свалил. А я хоть там в спа, на массаж схожу. Отдохну, может быть. А ваш папка что? Дрыхнет еще? Не, он с вашим уехал. Как уехал? С трудом. Но тяга к спорту, она сильнее головной боли и важнее любимой женщины. А какие мужчины тебе больше нравятся? А веселые, баромантичные, вы рассудительные. Не тупые. Ну что, готов? Сигнал. Поехали. Как я здесь оказался? Ну, Боря. Ну, Борюсик. Тетя Карина, а змеи держатся? Ты все-таки знаешь, зодиака или нет? Кто? Змеи держатся. Ой, смотри, Сашка на горку по лесу. Прокати с ним. Змеи держатся. Почему грустит такая фея? Вы здесь одна? Нет, не одна. Я здесь мужем и любовником. Да, смешно. Нет, два слова. Тебе, Карина, а какая планета покровительствует газирогу? Ну как, классно? Нормально все, вот. Ура! Ну ты как? Замечательно. Обсохнуть не хочешь? С удовольствием. Поехали. Летчик, блин. Проснулись? Наконец-то. Тетя Карина, а кто вы по гороскопу? Дева. О, как и я. А ты, Вера? Лев. И его вам лучше не будить. Тогда вам двоим вопрос. Тест номер 69 на совместивость характеров. Попадем. Покупаем. Вопрос первый. Ой, Светочка, извини, я сейчас. Светочка, ты иди поплавай, а нам с тетей Кариной надо экскурсии купить. Я подожду. Блин, достала, а. Всяк папашку своего как заладит. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, не остановить. Ой, интересно, есть экскурсия на разове трос? Ты что, действительно на экскурсии собралась? Ну, конечно. А тебе неинтересно или водительский дворец посмотреть, или Олубкинский? Я что, к лучшему какая-то? По развалинам ползать? Нет, здесь есть на что посмотреть. И что показалось? Мальчики. Курорт Пальмиро-Палас приглашает своих маленьких гостей в уютную детскую комнату. Аптека у нас в правом кредере. Спасибо. Что, так заметно, что? Я же тебе говорил, умажься, а ты, я не сгораю, я не сгораю. Ой, я не сгораю. Ой, для меня это нормально. До вечера. До вечера. Все, за ужином увидимся. Спасибо. Сань, только играй здесь, на площадке, чтобы я тебя из окна обидела. Божь, краснокожих вернулся. Отстань ты, а? Оленька. Отстань. Ну что, жертва огненной воды, скальп, облазит? Ну, слушай, Калинина, пожалуйста, у меня сейчас на спину сметанки, а не яду твоего. Может, скорую вызвать, а? А что мы им скажем, Борюсь, что ты на торпеде подорвался или из горящего аквабайка выбрался? Да уйди ты! Как ты думаешь, мне его сначала задушить, а потом зарезать? Или наоборот? Ой, Вер, не утруждайся, он уже сам себя наказал. Верончик, я умираю, помоги мне. Ты мне только перед смертью скажи, ты кого сюда приехала развлекать, а? Меня или мужа? Ай-яй-яй, у тебя крем есть? Ой, бедненький мой, а может и массажик, а? Или горчичники? Слушай, Вер, ну я не думал, что... Ладно, Романов, думать вообще я не твой каёк. Давай-давай, креветка, становись омаром. Огорь, ну-ка. Ого, это вам ещё повезло, что я не ревнивый. Смешно, да? Смешно, Игорь? А ты человека не угробил. А что, астрологам пачкать руки кремом звёзды не уйдят? Ваша семья моего Бориса Михайловича в негодность привела, а вам и ремонтировать. Так я за этим и пришёл. Вот, таблетки внутрь, мась наружу и завтра, хоть снова на лыжи. Вы вообще сюда приехали, а? С детьми отдыхать, с жёнами? Или экстримами всякими заниматься? А что тут ещё делать? Да что угодно. Можно на экскурсии съездить. Вот, конечно. Там всякие замки посмотреть, ласточное гнездо. Нет, если тебе это действительно интересно... Конечно. А ты что думал, Игорь? Я приехала на пляжи валяться? Мы даже уже и билеты купили с Кариной, да, Кариш? Всё. Так что я ничего не хочу слышать. Поправляйтесь, пожалуйста, Борис Михайлович. Спасибо, Вера. Я, к сожалению, не знаю, как вас по отчеству. Парамош, ты береги себя, а то я ещё не успела с женой побыть. А ты меня чуть давой уже не сделала. Спасибо. Я на ужин, дорогой. Я тебя обработал уже, ну за что я тебе деньги плачу? Я... Вера, можно тебя на минуточку? Ой, замечательно. Кариш, дорогая, я не знаю, что со мной происходит. Как будто мне с той ноги встала. Значит, ноготь сломала, каблук сломала, да ещё и духи разбила. Ты не знаешь, что у меня сегодня по гороскопу? Сатурн в доме Коха. Кромче. Ты можешь кромче. Кромче. Сатурн в доме Коха. Да подожди ты. Господи. Игорь, ну я не могу так. Я просто сок хотела попить. Кариночка, а что у меня там с луной, а? Луна в третьей четверти. Игорь, ты слышал? Послушайте, а это нельзя как-нибудь по дороге обсудить? Мы на экскурсию опаздываем. Ты с ума сошёл, Игорь? Какая экскурсия? Ты что, думаешь, я там по горам буду лазить? Или на канатной дороге висеть? Карино, объясни ему. Да, да, нельзя ехать, нельзя, да. А слушайте, не ехать из-за того, что Сатурн куда-то кому-то не тем боком повернулся, это, по-моему, смешно. Нет, ну, конечно, если ты очень настаиваешь, я могу поехать ради тебя? Нет, нет, оставайся, если тебе это так важно. Только, по-моему, это всё равно бред. И я не понимаю, как в это может верить нормальный человек? Можестик, мадам. Вы были прекрасны в своём прорицании. Моря. Скажи, Калинина, слушай, а ты там, случайно, глаза вот так не закатывала, когда вещала? Иди ты в баню, Парамонов. Спасибо, дорогая, но на сегодня у меня совсем другие планы. Вот, Светлана Игоревна, будешь забивать себе голову всякими гороскопами, станешь как Вера. Да не дай бог, слава богу, что она в номере осталась. Если бы с нами поехала, не только приятный день был бы у меня. Здрасте. Здрасте. Привет. А где ваш отец, семейство? А, он отстал немного, а вот, идёт уже. Солнечные ванны, различные массажи. Ожидают вас, слышим, спасло. Ты как? Я нормально. Надо будет что-нибудь по дороге обезболивающее купить, и я температуру что-нибудь... Всё, поехали. Нет, старик, ты совсем расклеился. Может, не поедешь? Да что вы сговорились что ли сегодня все? Карина мне утро, может, и не поедешь. Теперь ты вот, может, и не поедешь. Может, и не поеду, Игорь. Ну как я не поеду, если я Сашке обещал? Саш, может, отпустишь папу, а? Сашка! 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 Какой? Ну так бы съебать на всю! После вчерашнего козлик, я не знаю, как ты будешь сменяться, чтобы не остаться голодным. Здравствуйте, мои дорогие! У нас с вами сегодня очень насыщенный день. Нашу экскурсию мы с вами начнем с главной замечательности Крыма. Это замка Ласточкино-Гнездо. Блин, зачем вообще туда ехать, если его из окна? Сань, не ну. Вот-вот, ведешь себя как типичный телец. Ты, случайно, не в мае родился? 15-го. Я ж говорила, телец! На себе пошла. А я уже посмотрела. Я дева, и мы, кстати, с тобой, совершенно несовместимы. А вот с папой совместимость идеальная. Он у меня козерог. Правда, папа? Я не знаю, наверное. Козерог, козерог. Причем редкостный. Уж поверьте опытному астрологу. Ну, наконец-то. Добрый день. Вам просили передать. Простите, кажется, это вы самая красивая девушка на земле, которую я должен узнать с первого взгляда и запомнить на всю жизнь. Прошу. Ласточкино гнездо – это великолепный памятник архитектуры, построенный в 1912 году. Об этом замке есть невероятная легенда. Что, какая-нибудь красавица от несчастной любви бросила здесь со скалы? Совершенно верно. Вероятно, девушка не первый раз на нашей экскурсии? Да нет. Просто если есть скала и море, было бы глупо, если бы кто-то здесь отравился. Очень смешно. Товарищи, следуйте за мной. А сейчас мы зайдем внутрь, где вы более подробно… Саш! Свет, какая потрясающая логика, особенно для блондинки. Неожиданно. Какая вы пища не тактична для банкира. Ожидаемая. И, кстати, по поводу логики. Просто нужно немножко чаще выбираться из офиса. Это стандартная легенда любого замка. Ну, что-то так долго, баронесса. Этот замок и свое сердце я бросаю к вашим ногам. Боже мой, барон! Зачем было так тратиться? Ну, тогда я дарю вам это море, небо. Забирайте. Вы меня недооцениваете. Боря, боже мой, да ты волшебник! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Друзья мои! Сейчас у вас есть полчаса свободного времени. Поэтому, если вдруг у вас возникнут вопросы по истории замка, прошу обращаться к девушке с двумя детьми. Спасибо. Пожалуйста. А вам не кажется, что перебивать рассказчика – это просто неприлично? Экскурсовод, между прочим, обиделась. Я не перебивала, я поправлю. Четыре раза? То, что она барона Штенгеля повысила до графа, на это я еще закрыла глаза. Но Александр Третий никак не мог ночевать в этом замке. К моменту постройки он уже вообще лет двадцать какую. Просто к профессии нужно относиться, я считаю, ответственной. Ну, неважно, кто ты – экскурсовод, банкир или… Астролог? Да, астролог. Мам, а можно в бинокли посмотреть? Или это дорого? Почему же дорого? Ну, потому что ты всегда говоришь – дорого-дорого. Я не знал, что астрологи так мало зарабатывают. Я думал, они вообще ничего не зарабатывают. Я, конечно, понимаю, что считать деньги у банкиров в крови. Просто мы астрологи. Детей не балуем. А мы, банкиры, балуем. Вот так. Санек, держи. Класс, спасибо. Света, пойдем? Пойдем. Ага. Боречка, мы будем считать, что ты про счет. Буря, когда я говорила об извинении, я думала, что ты придешь ко мне в номер с шоколадным батончиком. И этого было бы вполне достаточно, поверь мне. Боречка, а тебе не кажется, что мы теряем время? Дорогая, у меня все под контролем. Экскурсия заканчивается в 20.00. У нас полно времени. Ух ты, Орел. Мам, глянь, как классно. Ну, давай. Ого. Ё-моё. Вот идиоты. Кто идиоты? Позвольте полюбопытствовать. Нет. А почему? Вам что, жалко? Жалко? Мне? Нет, мне вообще не жалко. Просто я сама не досмотрела. Извините, пожалуйста. Угу. Нет, ну, мне просто любопытно. Что вы там такое могли увидеть? Кого называете идиотами? Бакланов. Я, может, таких глупых Бакланов сто лет не видела. Угу. Угу. Улетели уже. Пальмира по вас, дорогие мои. Собираемся, собираемся. Переезжаем на эфиатрии. Папа, пошли. Ну, парамонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки? Я на лицо, ты по лестнице расходимся? Спасибо, Борис Михайлович, что проводили. Добрый день. До вечера. Кого этажа? Шестой. Да не получается. Хвастеть уже, Вера! Что, размагнитился? А вот, говорят, вам не держите возле телефона. Спасибо. Спасибо большое. Я в душ. Какой душ, Вера? Это номер Сидорчуков? Нет. А, эротическое шоу, а заваляй. Нет. Бардак, а не отель какой-то. Извините. Простите. Шоу закажите. Замечательно. Простите. Это ж надо не в тот номер ломить. Может, сегодня и правда не мой день, а? Годный твой, он наш. Вера, еще целых пять часов. Мое солнышко. Позвольте вашу ножку. Эротическое шоу, ну ты даешь. Ого. А вы что тут делаете? Да вот, в аптеку пошел, спину как расстрелила. Какая спина, какая аптека? Что успел, то придурок. Хорошо, телефон с собой был, вот. Ты же мне сам сказал, в Вере Петровне звонит. А я сижу такая, тут телефон звонит, а я вот. А вы что так рано? Так ветер на Петре. А? Канадка стоит. А дети от дегустации массандровских вин почему-то отказались. Сран. Зато мы при штабе купили. Так вы чего, едете, нет? Нет. Да-да, идем, Вера Петровна. Конечно, идем. Спасибо. Какая Петре? Так там ветер. А, ветер. Калинина, ты сошла с ума, мы же чуть не спалились. Трудно было перезвонить. А ты не мог крутить свои амуры без ресторана, шампанского и свечей? Слушай, давай я сам разберусь, где мне крутить мои амуры. Вообще, откуда ты знаешь про рестораны? Я же астролог. Хватит, Калинина. Боря, у меня третий класс открылся. Подожди, вот опять. Вижу. Вижу. Вижу танцы. Вижу гитару. Вижу зомбрара. Слушай, подожди. Тссс. Вижу открытую террасу. Вижу бинокль, через который я вижу открытую террасу. Нет? А теперь я вижу придурка, который додумался свои дюльтеры прямо напротив ласточкиного гнезда устраивать. Подожди, какой бинокль-то? Там есть бинокль? Сука. Дошло наконец-то. Так что скажи спасибо, если бы не я, а твоя амиго соиграли бы уже тебе. Похоронный марш. Спасибо. Спасибо за приставку, папочка. И, кстати, ты должен дяде Игоре 500 долларов. А что такое адультер? Адультер это у мамы своей спроси. Не, я уже у дяди Игоря спрошу. А был бы у меня планшет, я бы в интернете посмотрел. Да, я бы тоже посмотрел. Какой планшет? Мама! Какой планшет? Ну-ка иди сюда. Слушай, слушай, Калинина, ты шантажист малолетний. Как ты ребенка воспитываешь? Так он весь в папу. Борь. Вчера тебя куда-то унесло, сегодня их раньше времени принесло. Борь, что происходит? Ну, я виноват, что ветер на и Петре. Ну, что дети не пьют. Слушай, а ты мужчина или кто? Предложи что-нибудь. Ну, я не знаю, но, может быть, давай ночью, пока он спит. Ага, а может, давай сейчас, пока он ест? Это все, что ты можешь предложить. Такое ощущение, что мне больше всех надо. И последний вопрос, пап. Какие машины ты больше любишь? А, седаны, П, кабриолеты, В, джипы. В, джипы? Ты же у меня уже это спрашивала. Правильно, потому что это тест на совместимость. Светочка, все эти тесты полная чушь. Может быть, но я этим тестом проверялась результаты гороскопа, по которому вы с папой абсолютно несовместимы. Тетя Карина, а вы знаете, что вы с дядей Борей по гороскопу вообще друг другу противопоказаны? Вот, все, Калинина, развод и девичья фамилия. Скажите мне, пожалуйста, госпожа Астролог, а кто же мне тогда подходит? Может быть, тетя Вера? Нет, у Львов со Скорпионами яркие, но недолгие отношения. А вот Дева и Козероги отлично сочетаются, так что папа и тетя Карина идеальная пара. Ох! Нет, ну что требовалось доказать? Я предлагаю с этого момента официально считать астрологию уже наукой. М-м-м! Карина, а ты уже спрашивала у Игоря? Ладно, я сама спрошу. Игорюш, у Кариши есть заветная мечта, которую ты должен исполнить. Карина очень-очень-очень мечтает погрузиться с аквалангом. Да? Да? Да! Кариша, ты не стесняйся. Игорюша, ничего не стоит. Правда, Игорюша? Я предлагаю завтра устроить мастер-класс. Ну, я не знаю. Что значит не знаю, Игорь? Тут человек мечтает, тут такой шанс. Нет, если есть острое желание и необходимость… Это не острая необходимость, это мечта всей жизни. Такая? Ну… Да. Типа того. Ну вот, и договорились. Старик, слушай, я тебе так благодарен. Алина, что ты сидишь? Ну скажи спасибо человеку. Да ладно. Спасибо. Большое. Угу. Дай бог. Ну и как это называется? Три дня в Крыму и только позвонил? Ну что, как женился? Совсем сюда дорогу забыл, а? СМЕХ Не волнуйся, ты у меня в навигаторе залезай. Я в навигаторе залезай. СМЕХ Ну теперь понимаю, почему тебя не было три года. Такую красавицу одна спрятал. Знакомь с женой. Нет, я… Вы что? Ну вообще-то это не жена, это ее подруга. Знакомься, Карина. Карина, Влад, держи кваба, подруга. И помните, все, что происходит на Черном море, остается на Черном море? Влад. Понял, понял. Саныч, дуй сюда! Наконец-то. Я уж не думала, что это когда-нибудь случится. Да я и сам не думал. Только вроде трубы поменяли, а оно опять потекло. Вы, дамочка, заливаете. Мужчина, а это надолго? Может, полчаса, может, полсуток. Ой, а может, вы тогда после обеда придете? Это может, вы, дамочка, после обеда придете? Пойдите на пляж. Вы же все-таки на море приехали. Ага, давайте я сама буду решать, зачем я сюда приехала. Халло. Соскучился я, чертяка. Ну что, свою подругу, жены, сам проинструктируешь? Не-не-не, старик. Ты инструктор, тебе и карты в руки. Что, я буду твой хлеб отнимать? Вообще-то могу попробовать. С чего ты говоришь, там инструктаж начинается? С азов. Что дальше? Зайка, я пришел. А ты где? Зайчик, ну где ты? Ты что, сегодня решила принять меня в душе? Зайка. А вот и я. Ускакала твоя, заинка. Куда, не сказала? Сказала, что не должна передо мной отчитываться. Нижденецкий выпить, то ты давай это наливай. Вон из крана попьешь. Люди. Здесь на поясе плотно на липучку. Поднимите волосы. Здесь. Застегиваем. Так, и главное, когда будете погружаться, не забудьте прижать маску вот так, иначе рыба не оценит ваш макияж. Главное, чтобы они оценили ваше чувство юмора. Повторяем азбуку дайвера. Всплываем, погружаемся, все хорошо, проблемы с глазами, ушами, с дыханием. Запомнили? Нет, нет, нет. Вот это ослаблять не надо. Баллон должен плотно прилегать к телу. Баллон, а не инструктор. Карина, прекратите ерничать. Вы хотите погружаться или нет? Хочу, наверное. Не даром же я сюда приехала. Прекрасно. Тогда слушайте. Я слушаю, Игорь, слушаю. Но вы лучше мне показывайте. Показывайте. Показываю. И желательно на себе. Игорь. Что, ветер мой, тащи аптечку, давай тащи. Погайす! Эй, протитанов, куда дядь Боря взяли? Блин, что тебя, Вера, меня из-за вас убили. Все, теперь на твоей совести спят Messenger Партинка Парамонова. Задвора, внимание. Э, алло, я вопрос задала. Дядь Боря где? Он сказал, что не наше дело. Значит, скорее всего в баре. Детишки, а что вы в номер сидите? Вы же на море приехали, пошли бы там в бассейне поплавали. Мама сказала, чтобы я один из номеров не выходил. Или вы с нами пойдете? Играйте. Давай быстрее! Вот, 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 есть кто-то на мой слой? Прыгай, прыгай, давай, не бойся! Ну что, готовы? Отлично, тогда на счет три. Один, два. Нет, подождите, давайте на счет семь, оно, оно просто счастливое число. А может тогда лучше на счет двенадцать, по числу знаков зодиага. Вы что, испугались? Ну капельки. Смотрите, потому что под водой главное спокойствие и никакой паники. Где дождетесь? Когда? Одиннадцать! Двенадцать! Двенадцать! КОНЕЦ Вы что творите? Вы убийца. Вы настоящие убийцы. Вы же меня чуть не утепили. Я же показывал. Знаками показывал. Дай подышать. А я тебе показываю знаками. Вези меня домой. О, Боже. Да что вы меня лапаете? Я не лапаю, я подталкиваю. А что, других мест для подталкиваний нету? О, Боже. Нужны мне ваши драгоценные места. Не трогайте вы меня. Помогите! Не, Боря, ты нормальный, а? Ты где лазишь? Я тебе звоню, звоню, что у тебя с телефоном. Так, Верунчик, я в лифте был. Так у тебя тоже телефон выключу. Ну я, наверное, тоже в лифте была. Ну я к тебе зашел. У тебя там сантехника, ремонт. Да? А у тебя война. Ты эту приставку на хрена им купил? Ну надо же было детей как-то отвлечь. Отвлек? Молодец. И что теперь делать? Что делать? Дорогая, дядя Боря сейчас все решит, как всегда. Закажи себе капучино. Добрый день. Добрый день. У меня тут такая ситуация. Какая? Ко мне внезапно приехала моя любимая тетя. Она очень больная женщина и у нее бронхиальная астма. Врачи прописали ей смену климата. Вот. А у меня в номере там жена, дочь, то есть сын. Извините, можно у вас номер снять на сутки? А что, доктора прописали смену климата только на сутки? Да. Нет, нет, нет. В смысле, по проездам она. Она там вещи завести, душ принять. А дальше все, что доктор прописал. Айветри, горный воздух, процедуры. Мама у меня вообще человек неугомонный. Тетя, это... Ну, она мне как мать. Ну, что ж, понятно. Постараемся вам помочь. Спасибо большое. Арина, подождите, вы меня вообще слышите или нет? Я не хочу вас слышать больше, не хочу. Я вам еще раз повторяю, я пытался вас хвостить. Оставьте себе жалкие оправдания при себе и перестаньте меня преследовать. Привет. Привет. Ой, а вы что, все уже, да? Вот еще чуть-чуть и все. А ты что тут делаешь? А я, ты знаешь, я решил экскурсии прикупить. Потому что надо как-то завтрашний день планировать сегодняшний-то. Все уже. Вот. Так что, вы говорите, у вас есть там из экскурсии на завтра? На завтра? Есть. Сафари-парк. Сафари-парк. Вы же представляете, это же... Простите, а на тетю тоже брать будете? Конечно, буду. На двух теть и двух дядь с детьми. Слушай, сафари-парк я никогда не был. Ты был когда-нибудь, нет? Нет. Говорят, впечатление просто замечательно. Парк Львов Тайган в Крыму. Это первый в Украине сафари-парк, где в полусвободных условиях содержится около 50 львов. Парк Львов есть в Танзании, Кении, но это первый такой, единственный в Европе. И где? Здесь в Крыму. Он находится возле потрясающей горы Белая скала и озера Тайган, в честь которого и назван Парк. Здесь собрана масса редких животных, которые прекрасно размножаются в неволе. Для них здесь созданы... Борщик, скажи мне, пожалуйста, почему зоопарк? Почему не музей Щерс или Кунсткамера? Вера, а что мне нужно было делать? Я был на грани провала. ...пумы, леопарды, тигры и более 30 львов. 30? Даже больше. Ой, а где же вы их всех понабрали? Пять лет их собирали по зоопаркам России, Украины и даже Европы. Парамонов, я смотрю, тебя это больше всего сейчас волнует. Да нет, Верусик, ну это не так. Ну 30, ну это же нереально. Нереально другое. Быть четыре дня на отдыхе, а отдыха так ни разу и не было. Особым достоинством парка являются уникальные белые львы. Белые? Ой! Это мне одному интересно, наверное, да? Угу. В парке можно провести весь день и даже переночевать. Кстати, рекомендую воспользоваться услугой «Львёнок в номер». Львёнок?! Скажите, пожалуйста, а что здесь и гостиницы имеются? Здесь отличный отель. С кризом на сафари. Справа вы видите вольеры с животными, а слева готовится эстафета, в которой может принять участие любая семья. Главный приз – это бесплатное посещение дельфинария на всю семью и путешествие на пиратском корабле. На пиратском корабле? Класс! Класс! Двое взрослых и двое детей. Мама, мама, ну давай поучаствуем! Да, давай, давай! Ну, пожалуйста, мама! Живоль, вы как? Да на мне живого места нет, ты что? Ну, мы не можем, у нас папа раненый. О, а вы нашего берите, он пока целый. Ну, честно говоря, после вчерашнего не такой уже целый. Ой, не прибедняйтесь. Да, дядя Игорь, пожалуйста! Игорь, в самом деле, вы постойте за честь семьи Парамоновых-Макаровых, а мы с верой Павловной поболеем. Постойте за нашу честь! Да, постой, па! Эстафета! 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 Нас приветствуется парикмарк Тайкан и наша традиционная семейная эстафета. Первый конкурс вашей студентой Литвы! Оставьте внимание! Марш! Давай, 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 давай! Скажите, это шоу долго идет вообще по времени? Эстафета? Обычно около часа. Слышишь, Боря, у нас будет ровно час. Посветить тут минут пять для видов и приходи. Стартовать можно было гораздо раньше. Да, надеюсь, вы и так ходите. Я в гостинице. Гори, горю, горю, дети! Игорь, вы что, молоко шиели? Ну, как мы сели, так я и поехал. То есть я виноват? Нет, конечно, я. И наш второй конкурс и веселые Бонни! 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 Что, я болею? Это заметно. Здравствуйте, мне нужен самый лучший номер. К сожалению, все номера заняты. Но если вы закажете услуги... Я заказываю все услуги, но мне нужен номер и быстро. Давай! 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 Простите, любезнейший. Это уже у вас носухи, да? Носухи. Сфотографироваться 20 гривен. О, я вижу, пошел деловой разговор. Скажите, а с кем можно переговорить по поводу приобретения? Приобретения? Да. Ну, это с менеджером по носухам. А где же его найти? В принципе, он перед вами. Прижимайтесь лучше! Я, после вчерашнего, вообще боюсь вас трогать. Прижимайте, я говорю, трус! Вот так хорошо! Послушайте, это шикарные носуки. Таких носух в Москве по пальцам пересчитать. Да это я вам говорю. Что? Еноты? Сейчас я узнаю. Любезнейший, простите, пожалуйста. А с кем можно переговорить насчет енотов? Это только с менеджером по еноту. А где он? Он перед вами. Сколько? Двести. По рукам. Пятьсот. Договорились. Спасибо большое. Было очень приятно иметь с вами дело. Всего доброго. Лемурами интересуетесь? У вас что, лемуры есть? С кем? Он перед вами. Ну что, а? Лемурами интересует... Мы с фазболом, между прочим, выиграли? Ну, а мы вот с свиньёми проиграли. Победила команда Лемурами интересна! Луи! Идеи! 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 Боя! Ааа! Наконец-то! А-а-а! Услуга в номер. Это что такое? Это Бонник. Бонифаций. Да быстро, уводите этого кошака отсюда. Вы же сами заказывали. Ничего не заказывал, вы с ума сошли? Ну, Боря. У вас нет лемуров? Да вы что, это же сейчас самое вообще модное животное, Марго. Это замечательно, китч, пик сезона. Да это я вам говорю. Послушайте, я звоню из Кенни, здесь безумно дорогой Ромин. Кого? Льонка. Годовалые ребята по десятке, полугодки по пятерке, новорожденных отдадим по трешке. Скажи, а можно как-то договориться на нулевом цикле? Можно. Встречаем победителя нашей победы, сын Юма Каравы. Какая красивая семья. Все, Маркарова, вы Парамонов. Парамонов, извините, папа Парамонов. Вручайте призы, сын Юма Караванова, бесплатные грехи в тимпинаре, и будет все же на пиратском корабле! Парамонов, извините, папа Парамонов. Парамонов, извините, папа Парамонов. Парамонов, извините, папа Парамонов. Парамонов, извините, папа Парамонов. Ты должен заниматься спортом. Я регулярно занимаюсь спортом. Сан, раз в месяц, не спеши меня. Правда, теть Карин? Да, это не серьезно. Не надо конючей. Слушай, ты меня русский, ты понимаешь, Саша, все. Папулечка. Эй, так вы куда? Мы на секвэх будем кататься или нет? Мадам, позвольте предложить вам масло пихты. Его свойства совершенно замечательно позволяют забыть любые обиды. Борис, а ты зоолог или биолог? Я в первую очередь бизнесменом. Беру это носухи по 700 баксов, но я не мог не загореться. Вот с вами носухами за 700 баксов и развлекайся. Вера, Вера, Вера. Друзья мои, сударыни, товарищи, ну что ж вы такие грустные? Господи, я умоляю вас, немножко веселее. Это же 18-й век. Взятия Бастилии, обезглавили монарха, русско-турецкая война, четвертовали Емельяна Пугачева. Такие веселые времена, а вы такие кислые. Умоляю вас, улыбаемся. Внимание. Опа-на. Молодцы. Пошли. Слушай, а давайте там сфоткаемся. Я эту дурочку шляпу не одену. Так мне обязательно в шляпе, там есть куча дорогих костюм. Прекрати дух. Послушайте, вы уверены, что идея хорошая? Это же переодеваться надо. А обещаю не взваливать на твои хрупкие нетренированные плечи тяжелые доспехи. Свет, что ж такое происходит сегодня-то? А, вот вы где? Я вас потеряла. Чего стоим? Да вот, предложение поступило сфотографироваться. Какое сфотографироваться? В этом барахле на такой жарюке. Поехали лучше в аквапарк. А мне кажется, замечательное предложение. Будешь что-то вспомнить? Если вспомнить, больше будет нечего. Пойдем, дорогая. Давай. А аквапарк в следующий раз? Боря, идешь? Да. Не, ну если только в костюме муж-хитера там. Просто всю жизнь мечтал. Здрасте. Спасибо. Потрясающе, друзья мои. Боже мой, да от вас просто повела эпоха. ВДНХ, Савиахим, Волга-Волга. Давайте немного сменим композицию, товарищ адмирал. По центру становимся. А тебе правда идет военная форма? Ой, Свет, военная форма идет каждому мужчине, да, Карина? Ой, даже не знаю, Борис Михайлович, на вас прекрасная сидит форма зоотехника. Такое ощущение, что переоделись в свое рабочее. Послушайте, а вы в случае мне военные, а? Форма как родная. Да, вам и правда идет. Ну, просто мой дед был комдит. Они, кстати, с бабушкой в Крыму познакомились. А мои родители в Севастопе? Да. А я подал, что ты на практике действенность потерял. Что потерял? Ничего, Саша, это я так разговор подержаю. Давайте все дружно скажем. Лик без... Лик без... Лик без... Крус! Ха-ха-ха-ха! Погода для настроения нет. В номере бардак, невозможно ничего найти. Калина, ну ты прибралась бы хоть, что ли? Пф, Парамонов, ты успокоился бы, что ли? Я тебе что, уборщица? Позвони на рецепшн. Да при чем здесь рецепшн? Ну, пожалуйста. И вообще, что ты рассказываешь здесь в трусах? Вот это Вере будешь показывать, это рабочая христианская нюк. Слушай, ну я поэтому и расскажу, что я их нигде не могу найти. Да, я вырубаю приставку, идем на пляж. Давай, давай, вставай, собирайся. Ну, где они могут быть, я не понимаю. Ой, Борюсь, я не слежу, эмиграция твоих трусов. Я их все утро ищу, ну где они? Ну не могли же они испариться, ну... А давай я тебе дам Сашкины плавки, а денешь будут как стринги. Вере понравится. Вот это сейчас не смешно было. Ты что, не смешно? Нет. Это смешно, они смешные и жуткие, это твой конец. Ну что ты, ох ты, язвой какой стала, Калинина. Ну, не за такую ладу, Калинина, но я в восьмом классе-то дрался. Дрался, дрался, да, дрался. Это когда тебя Левкин догнал и возил морной полюно. Да, кто возил меня полюно? Какой Левкин? Ты была там? Все, все, ты достал меня. Все, Парамонов. Саша, ну сколько можно говорить, Санек? Саш, ты нормальный человек вообще? Я целый час по номеру хожу, ищу свои плавки, на них сидишь и молчишь. А ты что орешь на моего ребенка? Что, кто орет на него? Я просто, можно же сказать словами, дядя Боря. Вот ваши плавки. Так он же целый день сидит в эту приставку идиотскую, тык-мык, тык-мык, рубится. А ну, не ори на моего ребенка, а ты ему кто? А ты-то еще разнервничался, я не понимаю, что у нас, глазки забегали, ручки затрясли, что такого? Я просто сказал и сделал ему замечание. Плавки лежат, он молчит. Ты достался со своими плавками. Калинина, стой, ну-ка стой, я сказал, не вздумай ты. Я все понял. Я понял, в чем дело. В чем? В чем? В чем? В чем? В чем? У тебя когда последний раз секс был? А у тебя? Чемничка, а? Твое? Нет, конечно. А это, вы знаете, мне вообще вчера носки в тарелку прилетели. Это не отель, общага какая-то. Вот, 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 абсолютно правильно, абсолютно. О, Кариночка, привет, дорогая. А вы что, у бассейна, а мы решили на пляж? Да? Ну, хорошего вам отдыха. Спасибо. Папуль, может, мы тоже в бассейне поплаваем? Я, в принципе, не против. Что значит, не против, Игорь? Что значит, не против? Мы же договорились. Какой смысл приезжать на море и торчать у бассейна? В этой хлорке киснуть? А какой смысл киснуть среди бодрости и медуз? Пап, выбирай. Девочки, я сказал, мне все равно, лишь бы вы не ссорились. Тогда разделимся. Вера идет на пляж, а я стою здесь. Да, Верочка? Прекрасное предложение, милая. Вера, ну это что, было так принципиально? Да, это было именно принципиально. Ты что, не видишь, как твоя дочь манипулирует людьми? Я не хочу торчать у бассейна. И завтра в дельфинарии я ехать тоже не хочу. Ты не хочешь в дельфинарии? Я хочу на пляж. Здравствуйте. До свидания. Спасибо. Ой, а я вас на пляже ищу. А вы решили тут, да? Не, ну правильно, что там делать на этом море? А Вера Павловна на массаж пошла? На море. На море. Мы разделиться решили. Свет, вещи не разгласили. Ну, это правильно, в принципе. Демократия в семье, это вообще очень похвально. А, детвора, слушайте, а может, по мороженому, а? Саша, Свет. Спасибо, как-то не хочется. И я не хочу. Свободен. Не хочу. Карина, ну пломицу. Сладенького, ну, я же по глазам вижу, что ты хочешь. Ты забыл, дорогой, что я не люблю сладкого. Сладкого не любишь, да? Чего ты? Не хочу. Очень странно. Такая жара, кошмар. Так ты снимай штаны, давай. Да, да, окунься. Вот. Что это за язва? Такая ты язва, понимаешь? Язва самая натуральная. У тебя язва? У меня? Нет, у меня, ты знаешь, эрозия была. А сейчас все нормально. Ничего страшного. Так ты сходи, поешь что-нибудь. Я не хочу. А, да, да, нужно же сходить, поесть же. Надо. Со здоровьем вообще шутки плохие. Надо что-нибудь диетическое, чебурек там что-нибудь. Так может. Нет, от фруктов у меня. Все, пошел. Солнце мое. Иди уже. Что мне без тебя делал, да? Все. Сейчас, я скоро. Вот так, извините. Солнце мое. КОНЕЦ КОНЕЦ Нет, спасибо вам, конечно. Но вообще-то я хотела позагорать. Простите. Я... Нет, я просто подумал, такое солнце. У вас кожа такая белая. Интересно, это... Давно вы стали обращать внимание на мою кожу? Мужчина, куда вы мой зонтик утащили? На минуту отойти нельзя. Тоже у меня отель. Пять слез. Говорили люди, поезжай в Анталию. Простите? Олешка, а ну, надень бананку. Люточка, ну не начинай, а? Что ты меня позоришь? Не за люди кругом. Девчина. Лучше... Девчина... Девчина. 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 Тысячи лет я был заточен в этом сосуде, но ты освободила меня, моя госпожа. За это я исполню три твоих любых желания или одно желание трижды. Отвали. Осталось два желания. Думай хорошо, моя госпожа. Это ты, Хатабрич, в следующий раз думай головой, а не своей чебетейкой. Иначе останешься в одиночестве еще тысячу лет. Вера, ну ты что? Вера, ну подожди. Хочешь что-то съел? На сосуде, знаешь себе куда? Куда? Боря, придумай что-нибудь пооригинальнее. Вера, ну подожди. Отворяй. Вера, подожди. Вера, подожди. Вера. А деньги? Ты здравь. Водичка просто прелесть. Я тут себя на мысли поймал. Представляете, последний раз был в Крыму, когда он еще не считался заграничным курортом. Представляете? Угу. Это ж когда это было? Ну да, восьмой класс. Это июль восемьдесят девятый год. В Артеке. Ну этот, 25 лет назад. Это ж юбилей получается. Двадцать пять лет. Ну в смысле... Сань, надень на рукавники, сходи поплавай. Я не хочу, мам. Ну шляпу тогда надень. Да не хочу я, мам. Вот характер, а. Александр, вы так будете томиться на соцеперке? Или может все-таки окунетесь? Да как-то не хочется. Сань, не палься. Будь мужиком. Скажи всего лишь четыре слова. Я не умею плавать. Вот заколебала ты, я умею плавать. Не желаете коктейль? Да что вы. Вы читали, что пишут, что вредил алкоголь? Я даже бросила. Читать. Вы что, вы... Вы любите Довлатова? А вы знаете, что это Довлатов? Нет, ну правда. Многие думают, что это анекдот из интернета. Ну так допрыгни. Прыгну. Ну и прыгни. Да прыгну я, понимаешь? Прыгну. Подождите, подождите. Ну? Быть может вы еще и солженецом увлекаетесь? Саша? Ну я бы не стал так фамильярно. Это все-таки Нобелевский лауреат. Саша! К бортику его. Ты как, воды накребался? Мам, да все нормально. Ну что нормально? У меня чуть сердце не выпрыгнуло. У него все нормально. Марш, шезлонгу и бассейн, ну не ногой больше. Да пожалуйста! Не поспокойней мне там. Что, трудно с пацаном, да? Да одно и, конечно, трудно. Это я образно. Просто Борису ему далеко до идеального отца. Он и сам как ребенок. Скажите, пожалуйста. Да. А в СПА бассейн работает? Да, конечно. Причем круглосуточно. Только зачем вам бассейн, когда на море отличная погода? А море грязное. Дрянь всякая липнет. Нормально плавать не дает. Цветы. Цветы. Где можно сказать? Букеты. Молодец. Молодец, хорошо. А теперь вдох, выдох. Может, все-таки наденем на рукавники, а? Карина, доверьтесь мне Да, мам, доверься детей Так, что за разговорчики, не забываем про дыхание Дыхание в этом деле самое главное Запомнил? Додумался, да, воду сигануть? Это я додумалась Ну, в смысле, это я Сашку спровоцировала Да ладно, Светульна Это просто мальчишки Они сначала делают, а потом думают Причем, что характерно в любом возрасте Так Надеюсь, вы не над нами смеетесь? Над вами Ну, ничего, ничего, смейтесь Мы вам еще покажем и кролем, и брасом А ну, Санек, давай, покажи маме, что умеешь Давай Выдох Мама, смотри Ничего, ничего, все нормально В этом деле главное не сдаваться Две недели и сможем хоть на соревнования А вот этот вот хихикающий фан-клуб Будет у нас еще автограф убрать Да, чемпион? Да! Опа! Боже мой, как романтично Прям как сцена из кино Я еще не на такое способен Заинтриговал Ну, конечно, если этот букет мне, я бы хотела получить его в целом виде А не по частям Секунда, и он будет у твоих ног А я ищу вас везде, что же Где вы ходите? Какие красивые цветы А это кому? 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 Она спрашивает еще такие вопросы Создаешь, конечно же Поздравляю тебя Спасибо Приятно А что за повод? Ну, если не секрет Игорь, мне, чтобы подарить своей любимой женщине цветы Повод Не, ну, шар Запомни это А куда вы собирались? Подошли? А мы в номер переодеться на ужин А, ну, что же вы не стоим? Тогда переодеваться и на ужин уже? Надо же скорее же Да? 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 Мужчина, зоопарк был вчера А сегодня дельфинарий Ясно вам? Мужчина, а вы куда столько пива набрали? Там будет дельфина, а не вобла Дорогие мои, дельфинарии Доброе утро Доброе утро Чемпион, привет Привет А я смотрю, вы сегодня тоже неполным составом, да? Да Папа на рыбалку уехал Ясно Да, предпочел умным млекопитающим Глупую доверчивую кефаль А Вера на грязевые ванны записалась? Я как будто не хватает действительно следа обитания Светлана, а мне кажется, это была слишком злая ирония? Простите, папа Сама не знаю, в кого я такая Молчу, молчу Девушка, ну я вам второй раз повторяю Перенесите грязи на после обеда Ага Доставка в номер Шампанское, фрукты И разбитое сердце Остальные органы в порядке? Более чем Ну, проходите Благодарю вас Означает ли это, что моя белая госпожа меня простила? Болочка, милый, ну подожди, наши еще не уехали, Боря Какая разница, уехали они или нет? Подожди, Боря, Боря, Боря Борисов! Боря! Стой пока шампанское, я парю Посмотрю Ну, может, и с нами в салон Ну, ладно Слушайте Моя белая госпожа Ой, ничего, я сама Спасибо, это ваша Моя? А, нет, это моя Идемте Прошу Позвольте Спасибо Аккуратно Интересное кино Да, ферма Альбатрос Просим подтвердить экскурсию На завтра на четверых человек Вы ошибаетесь на шестерых Извините, но тут двое взрослых И двое детей А вы что, не в курсе? Теперь в курсе Моя богиня Поднимаю этот бокальчик кисленького За тебя сладенькую Да Таким темпами грезишь и без всего останешься Верунчик, золотые слова Я жду не дождусь, когда ты останешься без всего Конфета моя Верунчик, ты читаешь мои мысли За купе спины или ватной Верунчик, я хочу потереть тебе спинку Сама так сама Верунчик, только я недолго я прошу тебя А то я сойду с ума Приехали на этот полуостров любви А тут ни любви тебе, ни полулюбви Ни четвертушечки Верунчик Тебе кому рассказать, никто не поверит Верунчик, не надо никому ничего рассказывать Насушечка моя, а зачем ты так оделась? Я знаю, ты очень строгая учительница Я очень нерадивый ученик, да? Нет, нет, ты продюсер А я очень, очень хочу попасть Борис, а ты вообще можешь думать о чем-нибудь другом? Ну, сейчас нет, а надо? Иногда надо, Боря, иногда надо Куда ты, Верочка, Насушечка моя, куда ты? Вера! Верочка, я прошу, постой Вер, ну что я опять сказал не так Я возьму все свои слова назад Вер, ну скажи хоть что-нибудь Ширинку застегни В дельфинаре, пожалуйста Куда? Зачем в дельфинаре, Верунь? А? Зачем в дельфинам-то? Ширинку застегни Ну что, долго еще? Ну еще минут 20. Ой, ну 20 минут назад говорили то же самое? Ну а я что могу сделать? Радиатор закипел. Вера, Ирончик, ну я молю тебя. Ну давай вернемся. Ну зачем вы вообще туда едете? Боря, у этого радиатор закипел. Мне кажется, у меня сейчас мозги закипят. Я тебе сотый раз повторяю, мне надо там быть. Понятно? Это тебе там надо быть. А я там как появлюсь? Я вообще на рыбалку уехал. Что им скажу? Ты раньше придумывал что-то, а сейчас он не может, да? Не могу я тебе... Боря, что ты там говорил у этой Лады с мужиками? Да что ж ты прицепилась к этой Ладе? Да ничего особенного. Два раза была замужем, и оба неудачные. Первый алкоголик, второй бабник. Все как у всех, все. Значит, третий был бы не лишним, да? Третий. А что? Хороший вариант, нет? Ну, а ты... Нет, таксистов. Боря, ты идет или как? Ты вообще о чем-то другом думать можешь? У меня мужа уводят. Да кто? Кто у тебя мужа уводит? Ну долго еще. Ладно, мы же сами с ней договорили, что она возьмет Игоря на себя. Да все. Мы едем или нет? Я не понимаю. А мы идем в перерывный дом. Да, да, я хочу... А я билеты в дом сказок купил. В дом сказок? Значит, мы идем и туда, и туда. Казки! Мы идем в дом... Ой! Извините, пожалуйста, это я... Прекрасно смотритесь. О, привет, а вы откуда? А вы нас не ждали, да? Нет, ну ты же сказала, ты пошла на грязи. А грязи закончились, сказали, в понедельник завезли. А я, это самое главное, к отелю, значит, иду, смотрю, Вера Павловна, выходит, думаю... Ой, Вера Павловна, а вы куда, к нашим, случайно? Она говорит, к нашим, ой. Я говорю, ай да, вместе, ну вот мы, собственно, и приехали. Так ты же на рыбалке, Фа. Ну на рыбалке рыбы нету, я стою, что мне там делать? Я к вам, так сказать, у вас-то рыба есть вон. Ну а вы как? Без тебя, Вера, было очень хорошо, а вот как будет теперь, это уже вопрос. Да, это очень большой вопрос. Игорь, по-моему, это уже перебор в юморе, тебе не кажется? Свет, кому-то надо извиниться. Это была всего лишь шутка. Шутка. Видишь, зашел дельфинов из чувства юмора. Свет, кому-то надо извиниться уже дважды. Думаю, что стоит. Думаю, не стоит. И я думаю, что не стоит. Я не буду извиняться. Света, прекрати поясничать. А зачем она приехала? Зачем она приехала? Зачем она приехала? Сел бы там все в своих грязях. Света, хватит, я сказал, прекрати. Прекрати извинись сейчас же. Я не буду извиняться. Я сказал извинись. А я не буду извиняться. Ах так? Все, развлечение закончено, мы едем в отель. Я никуда не поеду. Это мне решать, куда ты поедешь, а куда нет. Ну и решай. Саня, подержи. Да, я понял. Ну конечно. Ну все, я в дом верну. Свет! Светуль! Малыш. Ну хорошая моя, ну чего ты плачешь? Почему? Почему он на меня кричит? Что я такого сделала? Ну он кричит просто потому, что очень сильно тебя любит. Ты ему совсем не безразлична. Понимаешь? Вот я на Сашу. Ты знаешь, как я иногда на Саню кричу? Ого! А на нее он никогда не кричит. Ну хорошая моя, ну не плачь. Ну родная, ну я тебя понимаю как никто другой. У меня же тоже родители развелись. И папа женился на тете Ире. Я ревновала ужасно. Мне казалось, он ее любит больше, чем меня. Это так обидно. Обидно. И что ж ты делала? Что? Бунтовала. Как и ты. Два раза из дома избегала. А потом как-то... Пришла и увидела, как папа плачет. И я поняла, что дело больно ему, понимаешь? Ведь это плохо. Плохо. Представляешь, как ему нелегко. Он между вами разрывается. Ну ты представляешь? Ты хочешь одного. Вера все время хочет другого. А что ему делать? Ну надо ведь немножко уважать его выбор. Даже если он тебе и мне очень нравится. Даже если по тестам... Вера ему не подходит. Ну что тесты? Тесты ошибаются, малыш. А я не говорю уж о людях. Мне поначалу... Вон, папа твой. Жуть как не понравился. Просто ужас. Да ладно, он же классный. Конечно классный. И добрый, и милый, и заботливый. И я тебе больше скажу. Нет, больше я тебе, конечно, не скажу. Ну, втерелись, да? Светлана Игоревна, вы... Вы что, вы... Вы не меняйте тему для разговора. В общем... В общем, пройдет время, и Вера мне понравится. Точно? А пока нужно немножко поменьше реагировать. Я попробую. Пошли. Так вы втерлились или нет? Ты посмотри на нее, а? Я обещаю, что я принеслажу. Честно, не смогу. Я не понимаю, но объясни мне, ну что происходит? Все. Я просто уже устала объяснять. Оставь меня сегодня в покое, и все, спасибо. Что значит оставь в покое? В каком смысле? Эй, командир, тут не хватает. Мозгов у тебя не хватает. Мы тебя сколько возле дельфинария ждали? Час. Все, до свидания. Верунчик, Вера! Добрый вечер. Добрый вечер. Вера Павловна, подождите, пожалуйста. Даже не думайте. Сейчас сорветесь, а потом что, начинаете сначала? Нет, нет, что вы. Я просто хотел вспомнить запах табака, не более того. Ну, я так и поняла. Ну-ну. Да, Карина. А? Я вас хотел поблагодарить за свету. А, да что? Какая благодарность? Ну вы как? Помирились? Ну, почти. Эх вы. А, я педагог не то, чтобы плохой, но до Макаренко мне далеко. И вам спасибо. Мне? Ну, за то, что Сашку плавать научили. Что вы, это пустяки. Я надеюсь, Борис... Нет, 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 вон. В смысле, он, конечно, делает все, что может и старается, но... Ему до Макаренко не то, что далеко. Там... Там пропасть. Ирунчик, ну я, ну я не понимаю, ну я правда не понимаю, что значит нам нужно временно прекратить наши отношения. Боря, то и значит. Ну, как их можно прекратить, когда они вообще здесь у нас не начинались? Родной, я прекрасно понимаю, как тебе тяжело. Да не то слово. Да, Боря, так сделаем вид, что этой поездки как бы не было. Хорошо? Вернемся к этому разговору в Москве. Пока-пока. Зачем нам тянуть до Москвы, когда мы можем поговорить об этом сейчас? Боря, у тебя только одно на уме. А у меня, между прочим, семья рушится. Верочек, ну при чем здесь семья? Да блин! Что ты хочешь? Поговорить. Ну вот, да. Вы сказали что-то? Я? Нет. Нет? Послышалась. Я думал, вы... А? Я? Да. Нет, я ничего. Я... Хотите кофе? Кофе? Кофе. Можно. Только как? Доверьтесь мне. Боря, неужели ты не видишь? Они постоянно вместе. На этом дайвинге вместе, на эстафетах вместе. А эти комплименты на набережной, они даже сегодня из дельфинария вместе уехали. Подожди, Верусь, они же уехали с детьми. Да почему без меня, Боря? Потому что мы же сами этого хотели. Ну, Верочек, он все же идет по плану. А мы ни разу этим не воспользовались. Между прочим, по дороге сюда был чудный мотель. Мы воплоть. Игорь, господи, да когда ты оставишь меня в покое уже, а? В каком смысле? Да в прямом. Борис Михайлович, наша фирма больше не нуждается в ваших услугах. Так понятно? Замечательно. Это что ж получается? Я вам, оказывается, услуги оказывал, да? Нет. Я млела от чистой и большой любви к вам. Что, не млела, да? Боря, ты в своем уме? Ты думал, я променяю Игоря на тебя и твоих на сумках? Ты слишком ошибался, Боря. Вот так вот, да? Да, вот так. Вот так. Все, давай, гуляй. Да сама ты гуляй. И покрашу тебя найдем. Мне вон только свистнуть. Свист только не сломать. Интересно. А, да, я, кажется, поняла. А вы позаботитесь о моем здоровье, да? Угу. Сначала о моей белой коже, теперь вот о сердце, видимо, да? Решили, что кофе на ночь мне вредно. Мам, тебе тут кофе принесли. Мам, можно я пойду со Светой пугаю? Только недолго. Ваше здоровье? По-турецки? Да. Можно погадать на кофейной гуще. Игорь, куда же делся ваш вечный скептицизм, а? Нет. О, 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 у меня возникло такое ощущение, что меня ждут какие-то перемены. Вы действительно хотите узнать ваше будущее? Я же, ух. Конечно. Только если в нем будет все хорошо. Ну, это же не от меня зависит, а там. Ну, ладно, почему бы нет? Допивайте кофе, выливайте в блюдце. Ну, ну, какие ассоциации? Ну, смотрите, смотрите. Красивая женщина. Игорюша, сладкий, ты где? Я пришла. Игорь! А вот и ответ. Калинина! Да, пожалуй, вы правы. Калинина! До завтра. До завтра. О, а куда это ты собрался? Не ты, а мы. Ох, простите, великодушина, куда это вы собрались? Слушай, Калинина, ты давай не умничай. Собирайся, все, опыск закончен. Благодаря тебе, между прочим. Извините, а чем это я провинилась, а? Ты не понимаешь, да? Не понимаю. Не понимаешь? Не понимаю. Что ты пристала к этому Игорю? Я пристал? Нет, я пристал. Извините, хороший вопрос. Может быть, потому что ты меня просил об этом? Подыграй мне, побудь с ним, отвлеки его. Ну, просил, но ты перестаралась, мать, ты переиграла. Ах, ну извините, актриса из меня, может быть, правда не очень. Зато ты гениально сыграл любовника. Прямо Брэд Питт отдыхает. Игорюша. М? Игорюша. Да. Я соскучилась. Вер, я занят. Я очень соскучилась. О, прости. Да, слушай. Нет, это я не понимаю. Вы что, вообще без меня решили? Ты меня слышишь или нет? Аринь, ну я что, неясно сказал, мы уезжаем. Пока. А мы остаёмся. Так я не понял, что значит мы остаёмся? Что значит мы остаёмся? А что, номер оплачен Сашке, здесь очень нравится. А ты? Если поссорился со своим имзелью, то вперёд. Счастливого пути. Хорошо, оставайтесь. Счастливо. Мама, куда это дёть Борь? Уехал. А теперь приехал. А ты что, забыл что-то? Нет, а почему, собственно, я должен уезжать? Пусть она валит отсюда. Это, в конце концов, у меня отпуск. Дел у меня дома никаких. Дома меня никто не ждёт. Я похожу, позагораю, покупаюсь, погуляю. Достопримечательности посмотрю, в конце концов. Да, нет, другое. Сань, давай иди спать. Борюсь. Всё нормально. Всё. Ну, Борюсь. Всё. Борюсь. Ну, парамош. Парам... Ти-ти-ти-ти. Ну, не хватит. Вот это мы таких тебя, знаешь, сколько ройдём? Да, знаешь. Ты же... Ты добрый, ты... Ты симпатичный, ты даже красивый, правда? Я... Я же... Он всё пошли. Она... Она... Ти-ти-ти-ти. Я, ты... Он весёлый, но он такой заботливый. Парамонов, руки убери. Прости. Накатилась туда. Фу. Алло. Я слушаю. Тебя. Алло. Присаживайся подробно. Выпьешь? Ты не бойся, она не отравлена. Ну, как? Вино, как вино? Угу. Вот это вино, как вино, называется Мутон Ротшильд. И стоит большущих денег. Угу. До такого вина подруга нужно дорасти. Вот, к примеру, как я. Продать квартиру в Смоленске. На эти деньги сделать себе полный тюнинг. Каждый день посещать фитнес-клуб, спа, научиться пить в караоке, правильно ставить ударение, посетить сто вечеринок или на сто первую наконец-то встретить его. Не того, который будет кидать понты, и максимум, что иметь, это палатку шаурмы в метро, а настоящего мецената, претендента на форум. После того, как ты пройдешь эти девять кругов дерьма, ты достоинству можешь претендовать на то, что он угостит тебе таким вину. Угу. Причем любить его не обязательно. Достаточно просто ценить. А я смотрю, ты решила взять все и сразу, да? Нет, ну, честно по-женски, я тебя, конечно, понимаю. Ну, что сказать, одинокая женщина с ребенком на шее. И, конечно же, тебе иногда хочется немного прикупить. Но мой тебе совет, подруга, начни с напитков попроще. К примеру, советское полусладкое. Ага. Боюсь показаться глупой. Но эту аллегорию попрошу объяснить. Потренируйся на Боре. А, то есть Боря это шампанское. О, отлично. Веселящее, игристое. Для тебя в самый раз. При том, что и я это шампанское больше не пью. А что ж так? Поняла, что смешивать напитки это как опасно? А это уже не твое дело. Да мне все равно можешь хоть взапоить. Только попрошу, уважаемый сомелье, мне советов не давать. Я сама решу, какие напитки мне употреблять. И в каких количествах. А? А это не совет. Это предупреждение. Только имею в виду, я не Минздрав. Два раза предупреждать не буду. Поняла? Официант! Шампанского! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам не знаю, как я раньше жил, как тебя не знал и не любил. Появилась ты средь бела дня, поселилась в сердце у меня. Будь со мною строгой, будь со мною нежной, будь моей тревогой и твоей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, и моя продовольный ветер мой. На дворе мороз, там не пепло, нет на небе звезд, там не светло. От пожатья наших верных рук все вокруг переменилось, друг. Будь со мною строгой, будь со мною нежной, будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, ты моя продовольный ветер мой. Будь со мною строгой, будь со мною нежной, будь моей тревогой и твоей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, ты моя продовольный ветер мой. С вами все в порядке? Я не знаю. Галюша! Пойдем танцуем, а? Нет, я не хочу. Пойдем, вы пожалуйста. Не хочу, Вер, не хочу. Ой, какой ты скучный. Молодой человек, извините, у вас изголка не найдется? Что? Лая, у него ничего не найдется, что-нибудь еще? Ну? Ой, что? Ой. Это что сейчас такое было? Что? А, это? Прости, дорогой, прости сигнализацию сработала. Я там смотрю, ты у меня прям на расхват, да? Это ты сейчас серьезно? Ну, конечно же, шучу. Ну, Гарюша, ну что ты такой серьезный? Я знаю, что тебе можно доверять. Ты не будешь устраивать всякие там курортные интрижки у жены под носом. Правда? Или нет? Уверена, что это удачная тема для разговора? Ну, хватит. Ну, пойдем потанцируем. Пойдем. Вера. Ну, хорошо. Тогда закажи мне еще шампан с головой. У-у-у! Пш! А кто это? А, это нормально. Ну, ударилась. Решила отлежаться. Тричочек, пойдем потанцируем. Нет, 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 нет. Я точно не... Я думаю, Вера составит тебе компанию. И закажи ей, пожалуйста, шампанского, когда бармен вернется. Хорошо, потом сочтемся. Да с какой сочтемся же надо? Шампанского, да? Миски Сивилс, сто двести грамм. Скажите, а какое у вас самое худшее шампанское? Мокал. Бутылку. Пап, может, мы к лечу попробуем? А что вы здесь делаете? В вставку идем играть. А к вам за конфетами ходили. Мозгам нужно сладкого, а то мы, значит, в этом уровне засели, никак ворота судьбы открыть не можем. Ты тут что делаешь? Я? Как, как, что я здесь делаю? Свет, ты на часы смотрела? Давно в кровать пора. Пап, какую кровать? Только девять часов. Ну и что? Вы за этой приставкой с самого утра сидите. Пап, ну пожалуйста, нам надо закончить миссию. Света, никаких разговоров. Тем более, тетя Карина себя плохо чувствует, а вы ей мешаете. Нет, дядя Игорь, мы ей не мешаем. Она вообще на пляж пошла воздухом дышать. Так, еще полчаса и в кровать. Спасибо, папочка. Можно даже час. Целый час. Добрый вечер. Добрый вечер. Пупич. Спасибо за предложение, но нет, не хочу. Я тоже не хочу. А в бассейне работает? Для вас, да. Спасибо. А идти туда? Туда. Туда. А я все помню. Вы знаете, у меня же память. Во. Георгий. Правильно. Андрей. Значит, Георгий, если меня кто-то будет спрашивать, я в бассейне. Договорились. Опа. Простите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы мужа, мы его не видели, а то он куда-то здесь пропастился. По-моему, ваш муж пошел в спа. В спа. Извините. Ничего страшного. Хотел узнать, как вы себя чувствуете, но вижу, нужно искать новый повод для разговора. Это точно. И от вещей отойдите, пожалуйста, подальше. Простите, пожалуйста, я ошибся. Ну, конечно, ошиблись. Хотели взять сумочку, а схватили полотенце. Да, это известный похититель полотенец. Пол Турции обнес. А, понятно. Простите. Счастливенько. Добрый вечер. Добрый. Решил поплавать, Игорюш? Надеюсь, ты не откажешься от компании прекрасной нимфы, а? А у прекрасной нимфы справка имеется о том, что ей можно отпечатать бассейн? Ты откуда тут взялся, придурок? Отвернись. О, господи. Сама невинность. Вся милость, захлебнись. Идиот. Вот, вот теперь отпустила. Отпустила. Да нет, этого не может быть. Ну, почему не может? Вы, правда, вы в 14 лет писали стихи? В 13. Я не могу в это поверить. Ну, почему я не понимаю? Я вас прошу, прочитайте что-нибудь. Нет. Игорь, ну, почему нет? Ну, почему нет, Игорь? Ну, пожалуйста. Вы будете смеяться. Нет, все, я обещаю, я не буду смеяться. Нет. Не буду? Ну, нет. Я вас очень прошу, ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хотя бы одно, ну, я же умру, я для попытства. Ну, хорошо. Угу. Но вы обещали. Все, да, все, все. Лист резной, оранжевый, с дерева упал, на листы опавшей каждый наступал, только мальчик маленький, мальчик с ноготок, взял с земли, поднял его и сказал, цветок. Я же говорил. Простите, пожалуйста. Да я не... Это просто очень трогательно. Извините. Цветок. А чему вы улыбаетесь? Я? Вы? Я... Я вспомнил нашу поездку на Ласточкиное гнездо. Тайган, дайвинг. Вы лучше вспомните наше первое знакомство. О! Скажите, а вас действительно зовут Карина? Нет, нет. Мне просто кажется, что это имя вам не подходит. Оно красивое, но не ваше. А какое же имя по-вашему мне подходит? Я не знаю. мне кажется, я вообще о вас ничего не знаю. Игорь, я... Расскажите мне об астрологии. Что? А вы же ее терпеть не можете. Я хочу разобраться. Может, я был неправ. Ласточкин. Хорошо. Вот это? Это луна. А вот это большая? Да. Слушайте, буду знать. А вон там, вот видите, это большая медведица. Большая медведица? Да, большая. Вот такая. Но я вижу только ковш. Ну, это одно и то же. Ну, как будто вы не знали. Да что вы говорите? А вот эта вот яркая звезда? Полярная. Полярная? А полярная чему? Ну, прекрати. Че? Я... Простите. Нет, это вы меня простите. Это... Это просто ошибка и... Простите меня. Простите меня. Прошу внимания, наша экскурсия начнется через несколько минут. И поплывем мы на нее вот на этом чудесном пиратском корабле. Мы посетим такие знаковые места Крыма, как Шаляпинский грот, Новый Свет, гора Кородак. Затем наша экскурсия продолжится по суше. Мы посетим творение 19 века Воронцовский дворец, а затем мы с вами воочию сможем сравнить его с поистине шедевром 20 века санаторием Украина. Дорогие мои, большая просьба не отставать от группы. Особенно, если мы поплывем на корабле, да? Шутка. Я оценила. Дорогие мои, у вас есть 15 минут. Пожалуйста, наслаждайтесь видом. Жду вас у причала. Майя, я на маяк. Да, дорогие мои. Аккуратней, Сань. Ладно. Кариночка, дорогая, все забываю спросить, а как ты себя чувствуешь после вчерашнего падения? Нормально. Ну, слава богу, а то я так переживала. Ты извини, я же не специально, просто так получилось. Но ты не сердишься. Нет? Я рада. А, кстати, сфотографируй у нас, пожалуйста. Игорь, дай фотоаппарат. Всю семью. Давайте, семейное фото на фоне моря. Вера, давай не сейчас. Нет настроения. Ты обещал мамочке отправлять фотографии, где мы втрою. Ну, горюшь. Карин, там просто на кнопочку нажать, ничего сложного, даже ты справишься. Карин, просто в технике не бум-бум. Давайте я вас запечатлею. Я бум-бум. Так, давайте-ка, друзья, вспомним что-нибудь хорошее и улыбнемся, да? Вера Павловна, ну, неужели вам не вспоминается ничего хорошего? Ведь было же хорошее, было. Внимание, снимаю. Так, что такое? Ой, вот хороший снимок, но вот у Веры Павловны почему-то образовался двойной подбородок и косоглазие небольшое, да? Сейчас, сейчас, секундочку. Давайте, Вера Павловна, для свекрови еще раз. Есть. Не могу понять, что ж такое? Косоглазие все равно остается. С камерой, наверное, не то, да? Да нет, у вас что с руками? Видно, это семейное. Спасибо, Борис Михайлович. Да не за что. Дорогие мои, начинается посадка, большая просьба, не спешить, смотри в ход. Пожалуйста, не слабо в магазинке. Пожалуйста. Сила сексуального влечения выражена в баллах от злобода девяти, а характер, что в циональной привязанности показывается знаками плюс, равно и минус. Итак, сейчас мы узнаем, кто из присутствующих имеет право носить звание идеального партнера в браке. Вопрос номер последний. Сможете ли вы простить измену партнера? Ой, какой хороший вопрос. Главный жизненный. А какие варианты ответа? А, прощу. Б, нет. В, прощу, если первый раз. Угу. Свечка, милая, ты не могла бы недоставать нас своими тестами? Тем более, что к реальной жизни они имеют никакого отношения. Ты так говоришь, потому что нет варианта ответа прощу, если купит машину? Света. Нет, папуль, такого варианта тоже нет. Так, пойди послушать, что говорит экскурсовод, а я к тебе позже подойду. Давай, давай. Сань, ты идешь? Да. Ну так пошли. Куда? А, только аккуратней, Сань. Да ладно, мама. Не обращайте внимания на Свету, я ее прекрасно понимаю, она просто ревнует своего папу. Да. Ну как такого мужчину можно не ревновать, а? Красивый, умный, заботливый, верный. Прекрати, а? И скромный. Ребята, вы знаете, как мы познакомились с Игорюшей? На корабле, боже мой, он так романтично за мной ухаживал. Тебе даже не представляете, насколько сейчас мужик обмельчал. Расскажет пару-тройку каких-нибудь пошленьких анекдотов и думает, все, женщина у него в постели. Простите, Вера Павловна, а откуда же это у вас такая информация? Не из личного опыта? Подруге рассказывает. Борис Михайлович, а я вот немножко не пойму, о чем же вас так зацепило мое замечание? Мне кажется, вы совершенно не похожи на мужчину, который будет порчить себя по-моему, челентано, чтобы понравиться симпатичной девушке. Нет, просто как-то это, Вера Павловна, простите, конечно, но как-то вы все под одну гребенку чешете. Обидно за наш пол-то, да, Игорь? Ну, согласитесь. Вот сейчас соглашусь. Да, Борис Михайлович, действительно, все мужчины разные, но вы у нас самые замечательные, правда, Кариш? Ой, я про Карину вообще молчу. Она вон сразу двоих мужиков рвала. Ну, я про сына. Ой, ребят, а вы такие молодцы, начали работать-то вторым. Ну, мне Карина по секрету рассказала. Игорюш, а когда мы начнем делать бэбиков, я уже хочу, а ты? Вера Павловна, извините меня, пожалуйста, как интересно у вас получается. Буквально три дня назад, когда Карина делилась нашими планами, вы говорили, что никогда в жизни не променяете ночные клубы, распродажи под рук ваших, да, там, на подгузники и пеленки. Фигура там, грудь обвиснет, да. Карина, я ничего не путаю, правильно? Орис Михайлович, вы знаете, я насмотрелась на вашу идеальную семью и просто поменяла свое мнение. Вера Павловна, я считаю, о вас нужно писать. в газетах, понимаете, вы же эталонный пример для этих гламурных львиц с силиконом вместо мозга. Борис Михайлович, ну зачем же вы так скромничаете? Мне кажется, как раз ваш персонаж должен быть на всех обложках газет. Да нет, да ну что вы. Извините меня, пожалуйста, бога ради, но только я не понимаю, как же такой идеальный отец семейства может заниматься таким просто ужасным бизнесом, как продажа животных? Нет, если, конечно, читать только заголовки вот этой желтой прессы, то тогда вот так можно думать. А на самом деле ничего страшного в моем бизнесе нет. Борис Михайлович, а что там по поводу вашего судебного дела, по поводу контрабанды носок? Уже прикрыли? Или следствие еще идет? Ма, кажется, мучит! Ну я же говорила, таблетку возьми. Света, тебе как, нормально? Да. Стой! Пад, там дебины, пошли быстрее! Ну, пад, ты же обещал! Извините, ничего страшного. Ты что творишь, придурок, а? Одноклассники свои помочь решил? Боречка, ты очень сильно ошибаешься, я и без мужа в Москве сделаю тебе столько проблем, что ты себе представить не можешь. Родная, ты можешь кого-то напугать, если только не накрасишься. Артем, даже не пытайся. Хам! Нам надо поговорить. Нам надо все забыть. Пожалуйста. Ну вот, дорогие мои, теперь вы очень можете убедиться, как изменилась южнобережная архитектура спустя века. Как вы уже слышали, Воронцовский дворец был дан в 1848 году, а в 50-м началось строительство страной Украины главного филориста пострадания. Игорюша, а что с лицом? Или ты не в восторге от советского неокластицизма? Что случилось? Все в порядке, голова просто болит. Игорюша, у тебя в последнее время очень часто болит голова. Ты знаешь, мы сейчас приедем в Москву, я тебя запишу к замечательному доктору. Ему даже из Европы приезжают. Запись за полгода. Ты не переживай, я договорюсь, моя подружка и вы жена. Мы вместе с ней на йогу ходим, а ты спрашиваешь, какая польза от йоги. Сам видишь теперь какая? Обратите внимание, здание главного корпуса украшено белоснежным инкермановским известняком, что создает потрясающий эффект воздушности здания. По богатству интерьера в санатории не уступало роскошным дворцам, за что к своему несчастью поплатился главный архитектор здания Борис Васильевич Ефимович. За излишнюю роскошь он был сослан в лагеря на 10 лет в 1953 году. Пожалуйста, наслаждаемся, любуемся зданием. Калинин, что с тобой? У тебя такой вид, будто Борис Васильевич Ефимович по дороге в лагеря еще и тебе жизнь испортил. Что случилось-то? Парамонов, занимайся собой. А то вон, убьешь бывшего, а мне с участия припишут. Убьешь? Это слишком банально. Это вообще не наш метод. Блин, это что, Кондратьева? Какая Кондратьева? Боря, с которой ты в седьмом классе целовался, а потом ей пять лет мозг убрил. Кондратьева, бегом, быстро, быстро! Да ну тут! Саша, Саша! Ма, кто это? Да это наша с папой одноклассница. Только этого нам не хватало. Говори. Вот что принес? Пошли, пошли, пошли! Санаторий Украина был одним из самых привилегированных курортных здравниц Советского Союза. Использовался он в основном для размещения делегаций коммунистических партий и профсоюзов из капиталистических стран. Английский писатель Джеймс Олдридж так описал санаторий Украина. Белый античный храм на фоне синего моря у подножья Ай-Петри в томной роще кипарисов. Неплохо, но я вообще-то не в восторге. Ой, полностью с собой согласна, Игорюш. Не архитектура, а фигня какая-то. Вообще не понимаю, что мы тут делаем? Я говорил про творчество Джеймса Олдриджа, архитектура мне как раз нравится. Давай, выкручивайся. А вот этот Джеймс, между прочим, Игорь, мне очень даже не нравится. Слушай, Лад, скажи, а ты вообще давно была на встрече у выпускников? Недавно, а что? Ну так, просто хотел узнать, кто так устроился в жизни, ну, в материальном смысле. Какая-то мелочная душонка, Парамонок. Хочешь порадоваться за себя любимого? Ты дура, что ли? Я хочу понять, сколько еще моих знакомых в Крыму встретим. Ты представляешь, что бы началось, если Кондратьев тебя первый увидел, не ты, ее? Ты что? Влада! Владка! Сколько она? Быстро уходим! Подожди! Да подожди, Галинина! Галинина! Дорогие мои, наша экскурсия закончилась. У вас есть еще 15 минут попить водички, поесть мороженого, сфотографироваться на память. Через 15 минут я вас всех жду у причала нашего кораблика. Не опаздывайте. Можете проходить сюда, здесь тоже прекрасный вид на море. Дорогая, послушай, может быть, мы тоже уже как-то на кораблик туда? А то что-то подустался сегодня. Да, Борис Михайлович, видно, выглядите так себе. Какой-то болезненный вид у вас. Да, да, вы знаете, пошел вчера в бассейн искупнуться, а там плавает всякое непонятное. В общем, мы на корабль и там... Да, все. Но я не хочу на корабль, я хочу мороженое. Я тоже мороженое хочу, пап! А-а-а, наконец-то! Вот вы где, я кричу, кричу, вы меня не слышите. Привет, Калина! Как красиво! Привет. Здравствуйте. Ой, а что это за бижон? Неужели это тот самый Борюска, который все время мед и с котишкой ходил? Ну, это имидж, я прошу не путать со старостью. Ну так, вы, наверное, с семьями приехали отдыхать, ребята, прекрасно. Оксана, у тебя очень интересный муж. Вообще-то это не ее муж. Вот это ее муж. А вот это уже интересно. Подождите, а ты, по-моему, за Трофимова замуж заходила? Ну, так это же... Кто тебе сказал такую ерунду? Да ну, вообще-то я на твоей свадьбе гуляла. СМЕХ Так это было когда? Это когда было-то? Двадцать лет назад. Я и забыла, у меня из головы вылиться совсем. А как это так? А у тебя же ребенок вроде родился. Какой ребенок? У кого? Какой ребенок? Что ты? Кондратьев. Подождите. Понимаешь, этот ребенок от меня. Вот это у вас Санта-Барбара. СМЕХ СМЕХ И главное, ничего не сказали. Ну, смотри, такие. Вот это ваш сын? Да. Ну, вообще-то это вылитая копия Трофимова. Да, я тоже заметила, что на нас он вообще не похож. Так бывает, это потом проявляется это. У меня с папой так было. Сыночек, возьми денежку. Ну, как ты? Ну, почему же он приезжал? Ну, почему же к тебе он приезжал в отпуск? Ну, значит, почему? Вообще-то у нас отношения были. Извините, конечно. Ах, так, значит, значит, так вы со мной, да? Аж. Значит, он в отпуск к тебе, а? Может быть, вы на моем дне рождения? Может быть, вы в моей постели, а ты и я себя подругой называла, а ты вообще? Ааа! Слушай, ты это, у тебя язык всю жизнь помело был. Карин, подожди. Ага, значит, я во все время. Интересно. Что-то произошло, что-то пропустило? Здрасьте. Здрасьте. А, Карина, это кто, простите? А? Уху. Выкрутились. Ну-ка, Ленина, ты, ты гений. Не понял. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Лад, ты чего? Ты чего идти спать? Случилось шучу? Ну, ничего не случилось. СМЕХ Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Что происходит? Красивая? Понравилась, да? Добрый вечер. Никогда больше так не делай. Игорь, ты действительно считаешь, что имеешь право предъявлять мне какие-то претензии? Ты что, думаешь, я должна сидеть и смотреть, как ты переходишь все рамки приличия? Ну, тихо, тихо, тихо. Лад, ну, успокойся. Ну, чего ты? Все, все. Да, ну, опять. Ну, ладно, ну, ты Сашку разбудишь, ну. Лад. Ну, все, успокойся. Ну, тихо, 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 тихо. Я не могу, я не могу. Понимаешь, я больше не могу. Я не могу, я не знаю, как ему в глаза смотреть, я вру, вру, вру. Я постоянно вру, я себя ненавижу. Ты почему? Ну, понимаю, понимаю. Что случилось-то? Кому ты не можешь в глаза смотреть? Сашке, что ли, а? Да вы чем тут Сашка? Ну, я не понимаю. Слушай, Калинина. Это что, правда это? Ты втюрилась, что ли? Как? Влад! Ну, и чего ты молчишь? М? Как будто ничего не произошло. Произошло только то, что ты вторглась в мое личное пространство. Да? А, по-моему, произошло то, что кто-то начал ухлестывать за моей лучшей подругой. Ты думаешь, я такая дура, ничего не вижу, не замечаю? Значит, на экскурсии вы вместе, на дайвинге вы вместе, даже в этих детских эстафетах вы вместе. Слушай, милый, а ты не запарился придумывать повод, чтобы побыть не наедине? А? Что молчишь? Я душу могу принять? Карину не позвать? Ну, все, ну, хватит уже сыры-то разводить. Ну, мы соседей затопим сейчас. Ну, на вот валерьяночки лучше. Я тебе накапал. Я не хочу. Не хочу. Не хочу. Почему все так, Борь, а? Борь, Романов, ну, где же ты взялся на мою голову? А, здрасте. Вот, я теперь во всем виноват. Ну, откуда я знал, что так все получится? Ну, это же... Это анекдот какой-то, ну, честное слово. Смешно? Он теперь меня никогда не простит. Ага. Никогда не простит. Борь, давай уедем. Прямо. Давай уедем. Прямо. Я бы сейчас возьмем. Уедем. Вот, видишь как. Вот, когда я тебе предлагал уехать, ты думал, что он тебя еще простит, да? Кожа, я тоже больше никогда не помню. Ну, никакая ты не дура. Ну, хватит. Ну, ладно. Ну, я тебя прошу, успокойся. Да найдете в Москве нормального мужика. У меня вон, тем более, один знакомый олигарх олигархич нарисовался. Кстати, развелся недавно. Вот. От скухи себе решил носуху завести. Ну, ты же лучше носухи в сто раз. СМЕХАЕТСЯ СМЕХАЕТСЯ Дурак! Ну, подожди ты, ну... Ой... Да. Интересное кино у нас получается. Нет, я просто поражаюсь. Каким надо быть человеком, чтобы приехать на курорт с женой и ухлестывать за ее лучшей подругой, а? Это что, совести совсем ноль? Нет, я ж понимаю, на меня тебе наплевать. Ну, а ты о них подумай, у них же семья, у них ребенок. Ребенок вообще отца обожает. М? Ну, конечно, понимаю, тебе все равно, да? Ну, я хочу, чтоб ты знал. Игорь, я хочу, чтоб ты знал, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Вечи собирай. Мы завтра уедем и никогда больше не вспомним об этом разговоре. Игорь. 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 ЗВОНОК Давай, бросай. Ну, а теперь мы обязательно вернемся. Мам, а ты чего не бросаешь? Чего, вернуться не хочешь? Ну… Ну все, намусорили уже. Поехали. Как поехали? Я хотела еще ракушек собрать на память. Я тебе уже планшет купил на память, Саш. Иди, сынок, собирай ракушки. Все, давайте, ребята, нам заправляться еще. Ну, пора можешь. Ну, дай 10 минут, мы скоро. Ладно, я в кафе. Вам взять чего? Нет, спасибо, Борь. Да ладно. Ну, короче, я, в общем, пообеду забуду маски. Давай там Вике позвони. С кем? Он же гей. Свет, пойди, мы там подожди. Доброе утро. Очень жаль, что вы нас покидаете. Надеюсь, это случилось с неповене нашего отеля. Нет, нет. Произошло кое-что непредвиденное. Понимаю. Ваши счета, пожалуйста. Ладно, все, давай, пока. Так. Так, молодой человек, а вы что, не видите, сейчас чемодан упадет? Можно как-то поаккуратнее? Вы знаете, сколько они стоят? Извините. Да. Одну минутку. По-видимому, вы забыли косметичку. Да, блин, как всегда. Гариночка, милая, я сейчас. Может, не будем ее ждать? Пап, мы точно из-за работы уезжаем? Точнее, не бывает. А почему мы ни с кем не попрощались? Ладно, пойду выпью фрэш. Будешь? Нет, не хочу, спасибо. 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 Надеюсь, ваш отдых был незабываем. Да, кстати, ваши друзья тоже уезжают. Ну, я думаю, вы в курсе. А, все-таки взяла. А я уже думал, ты даже попрощаться со мной не захочешь. Чего молчишь-то? А? А, ты придумываешь, как меня пнуть побольнее, да? Только, Вер, я тебя очень прошу, не начинай вот эту ерунду, что я там лузер в постели и вот это. Это очень банально. Мы жилоба прекрасно знаем, что это не так. Алло. Что, угадал? Мы в молчанку будем играть или как? Я там от злости умерла, любимая. Алло. Алло. Они пошли проститься с Молин. Традиции никто еще не отменял. Спасибо. Па, ты куда? Никуда, будь здесь, я скоро. Игорек, здорово. Слушай, с рыбалкой, старик, сегодня не получится, мы решили уехать. Калина там что-то завязит. Это тебе за мою жену? Прав. Прав абсолютно, даже спорить не буду, прав на сто процентов. А это тебе за твою? Ты подонок, ты понимаешь это? Такую женщину всю жизнь искать будешь, не найдешь. Может, ты ее на руках носить должен, а ты поступаешь с ней, как последняя тварь. Игорек, я... Дурак ты, Боря. Дурак. Карина, я... Я... Я не Карина. Просто... Ваш муж... Он мне не муж. Не понимаю. Меня зовут не Карина, а он не мой муж, и я с самого начала все про них знала. Я сюда приехала вас обманывать. Мне... Мне нужны были деньги. Другие... Я согласилась, я тогда на море, и я хотела вам все рассказать, но я струсила. Нет даже прощения вас просить. Стыдно, но вы, вы не должны меня прощать. О, Игорь, вот ты где, я тебя везде ищу. Ну как, монетки кинул? Игорь, подожди, ты все неправильно понял, я тебе сейчас все объясню. Игорь, подожди. Игорь, подожди. Мы живем в Божьей, обожди. Частых писем, обещания, позабытые давно. Мы играем, словно дети, расставанье вновь и вновь. Разделилось все на свете на любовь и не любовь. Разделилось все на свете на любовь и не любовь. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. То, что в шутку ты сказала, буду помнить я всерьез. Видят старые вокзалы, слишком много новых слез. Принимай судьбу отрадно, не ищи других причин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Привет. А что происходит? Ты опять опознал, Калинина, вот что происходит. Ладно, я тебе сегодня прощаю. У тебя амнистия. Так, так, работаем, работаем. Не стоим, не стоим. Хорошо. Ну что, Василия, какой-то сумасшедший купил все цветы, заказал доставку. Куда столько? Да какой-то юбилей. Не стой! Ходи, грузи, считай. До свидания, Калинина. У тебя сегодня выходной. Все. Пошли, 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 пошли. Быстрей. Пока. Да, давай, давай, давай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лада! Ладь! Слышь, Викторенко, 7, квартира 49. Это ж твой адрес. Ну да, а что? Прикинь, вся вот эта доставка, она к тебе едет? В смысле? Да в прямом. Говоришь, нет личной жизни. Ну-ну. Подожди, ты же говорила на юбилей. Ну правильно. Ровно два месяца, четыре дня с момента нашей последней встречи. По-моему, дата круглая. ПО-моему, дата круглая. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим, самым любимым людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok